Муз-бизнес представляет каждую неделю эксклюзивные интервью с интересными музыкантами. Музыкальный онлайн-журнал Муз-бизнес. Поддержите наш проект и прямо сейчас оформите подписку на наш канал и паблик ВКонтакте. Всем привет, друзья, меня зовут Армен, это Муз-бизнес и у нас долгожданный эфир с Алексеем Разумовым. Давно у нас вообще не было не только Алексея Разумова, да и самих эфиров. Все это было из-за того, что я был занят своими личными какими-то вопросами, да и Леха тоже. Но обещаем, да, обещаем скоро появиться и почаще, и у нас много хороших новостей, которые вам потом понравятся. Ну, об этом попозже. Итак, Леха, я рад тебя видеть и давай поздороваемся с нашей аудиторией, которая сейчас у нас смотрит. Аудитория, привет. Каждый день получаю какие-то вопросы в личку. Вот решил, что будет полезно как-то так, в общем, обо всем поговорить, чтобы, ну, на какие-то вопросы раскрыть, моменты. Вот, надеюсь, сегодня будет интересно. Пишите нам в комментарии. Блин, давно реально не было эфиров, я немножечко волнуюсь, но сейчас приду в себя. Так, Лех, давай начнем с самого начала, да, с самого главного вопроса. Что у тебя изменилось за последнее время? Вот сколько мы с тобой не виделись, уже, наверное, ну, от силы, там, 3-4 месяца. Ну, полгода где-то, наверное, да? 3-4 месяца. Да, что у тебя вот за это время изменилось? В лучшую или в худшую, не дай бог, сторону? Работал очень, прям, агрессивно много в таком стрессовом режиме. То есть бывали моменты, когда там надо было за один день сделать полностью продукт с нуля, там, записать вокал, сделать аранжировку. Все это там с высокими требованиями. Несколько артистов у меня выступали в Кремле, вот. Было еще пару громких артистов, которых я не могу называть, к сожалению. Я там как гост-продюсер. Вот, ну, серьезные были работы, тяжелые. Последний мой проект вообще меня просто убил. Там было 270 дорожек. 270 дорожек, вот представьте себе. Ну, опять же... То есть телефон, да, сводил какой-то? Да там на самом деле был поп-трек, но там присутствовало все, что вообще в природе существует, я не знаю, там было все. Там и гитары были, хоры были, бэк-вокалы студийные, ну, хоры, я сказал, там, фортепиано, какие-то редкие звуки, которые я в жизни не использовал, типа мелатрон, гитарная сессия там на 50 дорожек была, то есть там мелочи всякие, очень много всего. Кстати, хочу сказать, ну, в пользу рипера, в который раз благодаря риперу это все тянуло. Потому что, ну, такой здоровый проект, там куча аудиоматериала, и из-за того, что он был во флаге, в формате флаг, это все легко работало, то есть у меня вот эта сессия занимала там 700 мегабайт. То есть работая я в другом каком-то секвенсоре, это весило бы гигабайт, и тормозило, все не тянуло. Ну, вот, что еще было? Ну, вот после Нового года я поработал в другой стране, меня приглашали в Америку поработать, в Майами, вот я там находился больше трех недель. Тоже был стрессовый такой режим, но это непривычно, потому что вот мы там в 10 утра встаем и работаем до 10 вечера. Это очень много, ну, там с перерывом, с двумя, там, на обед и на ужин, но, тем не менее, 10 часов непрерывной работы, это безумно просто, ну, очень тяжело, потому что, ну, вот я привык, там, начинать работать в 12, например, с какими-то перерывами, там, часов в 6 домой, пока приедешь дома поработаешь какое-то время. Ну, все равно, вот, когда разбиваешь, это нормально, но когда вот так непрерывно на протяжении, там, трех недель, реально очень тяжело, но и прикольно было, вот, поработал с англичанином, который там всю жизнь работал в Англии, потом в Нэшвилле, много чего друг от друга понабрались, но в основном я ему много чего показал интересного, вот, как-то так. Тут у тебя, ребят, заинтересовал проект 270 дорожек, который, понимаешь, типа, скинь послушать. Ну, я не могу, то есть, я здесь эту работу выполнил, и по договору я не имею права вообще разглашать, что я имею участие, там, кому-то что-то делал, к сожалению, я бы, конечно, выложил. Вообще, если кто-то интересуется, смотрит, какие треки я там последнее время писал, вот у меня не видно, там, что что-то есть в реальности, очень много релизится, там, днями, ночами, треки с разных сторон, происходит, там, где-то миксы, где-то, там, аранжировки, все это я делаю, и часто очень не могу к себе выложить, потому что, ну, не афишируют они, кто это делал, не знаю почему, я, как бы, не вдаюсь в эти подробности, хотя, конечно, если бы везде подписывали, я бы все это выкладывал, вот, ну, материал разный совсем. Лех, тут ребята передают в чате, чтобы ты не кис, и улыбнулся, все хорошо, шоу. Да у меня все прекрасно, что ли. У нас, наконец-то, снег прекратил идти. Я уж шутки считаю на этот счет, что, типа, решил прилечь в эти, в цветы полежать, но подумал, что испачкаю свой пуховик, вот. Это про Москву, у нас последнюю неделю здесь шел снег, просто кошмар вообще был полный. Вот сегодня, наконец-то, весна пришла, поэтому я счастлив. А, у вас сейчас тепло? Ну, по сравнению с тем, что было, да. А так, в рамках вообще весны за последние пять лет, так себе. Так, ну что, я думаю, 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 можно переходить к вопросам, потому что вопросов не давать. Впрочем, как всегда, вот эти вот, сегодня у нас эфир называется «Ответы на мучающие вопросы, часть 2». А, аранжировщик. Ну, давайте. Так, что же у нас мучает? Какие вопросы мучают? Первый вопрос. Добрый, ну, типа, добрый день. Значит, вопрос. Например, в аранжировке три инструмента, бас, барабан и гитара. Гитара играет аккорд ля-минор, а бас играет ту же ноту ля. Так вот, стоит ли использовать на гитаре басовую ноту, или ее надо убирать, чтобы не захламлять частотный диапазон? Надеюсь, понятно. Спасибо. Мне понятно, и, мне кажется, автор чуть-чуть ошибается. Ну, вот, допустим, возьмем сейчас прям классическую гитарку. Вау, прям сразу в практику, круто. Ну, а шо, шо же? А шо тянуть-то? Конечно. Вот, возьмем гитарку от Ильи Ефимова, любую, Леспал Страм. Окей, вот. Нажимаем ля-минор. Так, возьму я все-таки другую. Я, честно говоря, вопрос не понял. Ты понял? Я понял. Он спрашивает, неплохо ли, что они там пересекаются, да, каким-то образом. Типа повторяет ля-внизу, ну, в смысле. Так. Ну, пускай она играет у нас. Паттерн мод отключим. Военный мастер. Вот, выберем, ну, в позиции в первой. Ну, допустим, вот эту. Он у нас целиком играет. Ну, ладно. Ну, пускай будет так, это не имеет значения на самом деле. И вот у вас какой-то бас. Возьму мой любимый. Бэндом. Вот, у вас эта нота ля в басе, даже если у вас на гитаре нота ля, хотя это не так, когда вы играете ля-минор на гитаре. Кстати, я не гитарист. Когда вы играете ля-минор на гитаре, у вас внизу будет бас ми, если на чистых струнах. Если вы играете в другой позиции, здесь уже ля присутствует. Но бас у вас, вероятнее всего, будет ниже на октаву. И он никак не мешает. То есть, я, конечно, долго это все сейчас рассказываю. Он не мешает даже без эквалайзеров. Даже если у вас будет басовая нота выше на октаву, будет та же самая, ничего там страшного нет. Вот, не знаю, сотни лет уже песни пишутся вот в таком виде, и никто там не парится. Надо париться только в тех случаях, когда у вас, вы на слух слышите, что вот эта нижняя нота, она некрасиво звучит. Например, в данном случае, если бы здесь гитарист играл вот этот чистый аккорд, и он цеплял ноту ми внизу, и это звучало бы некрасиво, вот ее в этом случае тогда следует подглушать. Ну, повторюсь, я не гитарист, я знаю только там основы какие-то. Я понимаю, что можно поискать аккорд в другой позиции, посмотреть, как это лучше будет звучать здесь, здесь или здесь. Один тот же ля минор, но можно по-разному. Надеюсь, гитаристы... Леш, тогда у меня такой похожий вопрос на эту тему. Смотри, можешь сейчас накидать там три аккордика для пэда, к примеру, я тебе задам сразу вопрос. Ну, давай. Давай лучше вопрос вначале, а потом пэд. Да, да, можно выбирать такой. Смотри, как правильно подбирать? Вот у меня есть пэд, к примеру, да, там вот там аккорд, да, там из трех нот, к примеру, да. Насколько я знаю, там нужно брать, если подыгрывать басом, да, то есть нужно брать нижнюю ноту самую, правильно? Ну, не совсем. Ну, то есть там тоника, да, или как там... У вас есть какой-то аккорд, например, ну, возьмем ля минор наш любимый, беленький. Вот, допустим, ну, я так сейчас от балды что-нибудь сделаю. Вот, ля минор. То есть, грубо говоря, подыграть басом, да, вот... Вот, да, вот, допустим, у нас бас. Опять же, мой любимый. Допустим. Вы извините, мне так удобнее. Вот, допустим, бас. Вот, все играет. Это классика сейчас у меня играет, обычная, но ничего особого. Вот ля минор, тут бас, нижнюю ноту играет. Но пэд, в свою очередь, в свою очередь пэд, может играть совершенно другие ноты, но входящие, например, в аккорд. То есть, не знаю, вчера с другом обсуждали джаз. Вот, короче, суть в чем. Допустим, я сейчас... Если просто без пэда оно звучит вот так, чистые аккорды. Но если я сейчас в пэд добавлю другие ноты, дополнительные, например, вот эту, она характеризует уже аккорд семерку. Ля, до, ми, соль ноты. Ну, там. Вот такой. То есть, в данном случае, пэд будет давать уже другую, как сказать, окраску аккорду. Я могу спокойно ищу другие ноты, не входящие в аккорд ля минор в классическом виде. Вот я имею в виду, как у нас там на сольфеджио называют, Т3-5 аккорд вот этот обычный, ля, до, ми. Вот я сейчас вообще ноты си и соль использую. Смотрите, вообще левые ноты. Ну, с точки зрения вот обычного аккорда. Вот я сейчас попробую вам показать, допустим, лаунж лизард, который у нас обычные аккорды играл. Я их попробую в одну октаву сейчас опустить, чтобы было комфортнее. Так. Транс-поуз. И покажу, что произойдет. Так, это опустим, значит, вниз на 12, а здесь мы его поднимем. Смотрите, вот эти нотки, ну, темно-желтый какой-то цвет, это электропиано, а вот эти нотки пэда вообще, они не соответствуют тому, о чем ты сейчас, Армен, говорил. Да? Ты тут? Да, да. То есть, видишь, вообще левые ноты. Но вместе звучит вот так. Момент. Один момент. Почему он у меня... Ага. Вот так. А с басом еще прикольнее. Ну, оно сейчас как бы неполноценно там как-то. Я в виду, есть ли какое-то правило, то есть вот, ну, не правило, а какой-то трюк, может быть. Трюк простой. Смотри, допустим, ты на пэдах сыграл что-то элементарное. Я сейчас вам сыграю руки вверх. Давайте. Давай. Так, вниз. Ну, например, какую-то хренотень. Фишка состоит в том, чтобы сделать так, чтобы у вас партии пэда находились в одном примерно диапазоне. Какая есть фишка? Берем вот эти нижние ноты и перебрасываем выше на октаву. Вот эту нижнюю соль можно тоже перебросить, в зависимости от партии, какие будут заняты. То есть просто слушаешь, мешает, не мешает. В данном случае я сейчас раскидал, и вот, например, второй аккорд, у него нижняя нота не соответствует ноте баса. Я ноту баса перебросил наверх. То есть вот здесь вообще эта процедура называется обращение. Вот эти обращения можно как угодно делать. Иногда можно даже убирать лишние ноты, чтобы они там как-то не мешали. Вот я сейчас убрал, например, последние. Вполне может быть и так, если нижние ноты для другого для чего-то там заняты. Поэтому да, никогда не надо думать, что там обязательно в паде там нижняя нота. Я иногда обратные ошибочные вещи слышал, когда у человека вот такие аккорды, и он пишет бас по нижней ноте пэда, не думая, что это на самом деле другой аккорд. Что это ре минор вот в данном случае. А он пишет, например, ля в басе. Вот сейчас я именно так и пишу. Не, не надо, не надо, не надо. Тут только надо слушать, пробовать. То есть если не заниматься математикой, не высчитывать, что же это за аккорд. Ну, по крайней мере, да, можно найти какие-то способы понять, что это за аккорд. Потому что если я сейчас вместо амнисферы запущу какой-нибудь плагин, который мне покажет, что это за аккорд. Ну, например, там гитарный какой-нибудь, да. Допустим, этот, да тот же Илья Ефимов. Там вот нейлонку стран. Я увижу, что за аккорд у меня играет. Вот сейчас. Вот он пишет А и М. Ну, что-то дальше он отказывается менять, потому что я внизу слишком написал. В смысле, он... А, в смысле, ты набросал аккордиум? Ну, вот я нажимаю, да, он мне сыграет. Конечно, он сыграет. Когда ты нажимаешь, или даже когда вот у тебя миди уже прорисованы? Ну, их надо единственно порезать, желательно вот так. Ну, допустим. Не в той октаве сейчас я лобаю, из-за этого как бы проблемы. Ну, а опущу сейчас на минус 12. Он мне покажет, какие там аккорды. Вот, Д, М пишет. Ф, мажор. Это он неправильно понял, но это из-за того, что я там просто криво все это сыграл, и не квантовал, не делал, короче. В общем, я-то этим не пользуюсь. А, нет, он сейчас все правильно показал, потому что я... Басовые ноты здесь нет, которые аккорд характеризует. Короче, вот попробуйте гитарные плагины вот такие, они вам покажут аккорд, если вы сомневаетесь. Что бы вы там ни нажали. Вот, например, вот этот си минор. И в обращении я сейчас сыграю. Все равно он си минор. Вот я фадес зацепил. И все равно он си минор пишет. И опять си минор. То есть у пэда может быть любое обращение, но вы поймете правильную ноту баса. Но и с басом тоже не все так просто. Бас не обязательно должен играть ноту аккорда. То есть как бы в некоторых случаях прикольнее звучит, когда, допустим, в ля миноре бас не ля будет играть, а, например, ноту до или ноту ми. Но это отдельные случаи. И вот нельзя их так сейчас быстро рассказать. Проще как бы отдельный какой-то пример. Такой вопрос. В библиотеках звуков есть ваншоты баса, лидов, плаков. Как с ними работать? Можно ли ими вообще писать мелодию? Или лучше использовать синтез? Интересный, кстати, вопрос. Да можно. Я в последнее время стал использовать и даже собирать какие-то мелодии спокойно. Ну как ими пользоваться? Да как обычно. То есть вот, ну, вот, допустим, вы собираете какой-то... Ну, по барабану вообще вот. Берем барабаны по барабану. Раз, два, три, четыре. Берем, например, какой-нибудь луп. Не буду сейчас забивать что-то долгое. Допустим. Допустим. Какая скорость? Вот такая скорость. Вот, дальше полезли в папку с синтами. Вот, луп какой-то. Может, еще, может, потом стоит показать, ну, как бы, ответить на этот вопрос. Еще вот про контакт, да, там, типа, закинуть можно, типа, как... Можно, но я по-всякому делаю, ну, в контакт можно. Сейчас покажу это. Допустим, я взял кусок сэмпла какого-то, мне без разницы, он мне нравится. Вот, взял кусок, мне нравится этот сэмпл, я его сейчас в тональность подгоню. Например, вот, я сейчас его в тональность поднял на 7. Кстати, можно было на 5 опустить, что то же самое. Например, стоп, тональность не та. Ну, вот это опустим, допустим. Смотрите, вместе с басом пустил. Отрежем еще что-то. Еще поковыряемся. Просто кидаю, слушаю, нравится, не нравится беру. Вот, допустим, нравится мне этот синт или следующий. Например. Режем, двигаем. Режем, двигаем, получаем удовольствие. Сеточку сейчас поставим правильную. Смотрите, а как ты сейчас в данный момент подгоняешь под тональность, если у нас, по сути, тональности пока нет? Ну, я бас кинул, определился вот фа диез, если я не ошибаюсь. Я понял. А я не ошибаюсь. Да, фа диез. Фа диез. Вот мы определились дальше только на слух. Я вообще считаю, что обсуждать, как я услышал, да, куда подвинуть, это само собой разумеется. То есть вот оно в тональности. Было бы не в тональности вот так. Оно фигово. Вот так вот правильно. Вот. Я сейчас сэмплы использую. Мне ничто не мешает закидывать сюда синты, какие-то кусочки. То есть, ну, чисто... Вот минор у нас. Ну, взял какой-то кусочек, отрезал. А дальше я воспользовался, например, каким-то синтом. Вот. Никаких проблем. Сейчас какую-нибудь фигню поиграю. Ты или Лёс? Тайчейн на них кинет. А я возьму электропиано. Что-то сыграл. Неважно. Вот. Вот я использовал MIDI, например, в данный момент. Там последний не хочу, не нравится. Возьму что-то ещё. Вот. И никаких проблем. Беру сэмплы откуда хочу. Захочу сейчас вообще из каких-то левых библиотек буду брать не к этому стилю. То есть, здесь не вижу проблем брать всё, что угодно. Ну, конечно, надо следить. Вот мне кажется, он имел в виду чуть-чуть другой вопрос. Он имел в виду, то есть, как с ваншотов, типа, правильно играть мелодию. Понял? Ну, давайте с ваншотов. Ну, я возьму, допустим... Могу контакт взять? Да, я забыл показать, что, допустим, вот у меня здесь два варианта есть, если на этот вопрос отвечать. Вот. Допустим, вот у меня звучок. Я могу им играть. Вот я его поставил. Просто, видимо, автор интересуется, что искажается звук, если вот сильно высоко поднимать. А смотри, он у меня сейчас меняется. От скорости меняется нота. И уже не искажается. Я сейчас за счет ускорения сэмпла меняется нота. Вот какая штука. То есть, это не искажает. Я вот этим способом частенько пользуюсь. Ну, фигню какую-то забил. Чем нравится этот способ? Я могу делать всякую ерунду в духе. Вот здесь вот, например, перевернуть. Я надеюсь, звук сейчас не пропадает. О, ничего себе. Здесь на октаву вообще перевертыш. Вот. В чем прикол вот этого способа? Я могу делать вот такие вещи. Резать. Всякие извращения с аудио, которые с миди не сделать. Вот. Применять какие-то эффекты на отдельное аудио. Сейчас кривовато, но суть в том, что с аудиоматериалом тоже прикольно работать. Например, можно растягивать с какими-то странными эффектами. То есть, да, ты говоришь, качество искажается, но, например, таким образом, там, трек Дипло и Джастина Бибера из Крилекса, там, получился вот этот звук. Он его многократно там убивал. Иногда в этом фишка. Ну, допустим, сейчас возьму какой-нибудь алгоритм, прям дебильненький, саундтач. Нет, не саундтач, симпл виндумит, вот этот. Это риперовская фишка. Короче, сэмпл нарезается кусочками по 50 миллисекунд с фейдами 25 миллисекунд. Сейчас услышите, как это звучит. В данном случае неплохо. Так, сейчас вот эту галочку оставим. Видите? Кто сказал, что это плохо, да? Это неплохо, это прикольно. Я сейчас его, допустим, переверну, и оно может как фишка звучать. Вот, классно. По-другому я бы его не получил, да? Вы понимаете, что если я это делал бы в миди, в миди я бы этого не добился. Ну, можно было какими-то гранулярными штучками, эффектами это получить. Но так вот удобнее. Я могу его резко как-то нарезать. Какие-то прикольчики с ним применить. Это дело трех секунд. С миди такого нет. Это первый способ, которым я лично пользуюсь регулярно. Второй способ, про который ты, Армен, упомянул, это сэмплер. Ну, допустим, контакт. Все очень просто. Берете, там, не знаю, Vengeance. Ну, Vengeance, например, была библиотека, которую я раньше использовал постоянно. Это Vengeance, что-то там бас. Сейчас найду, не найду ее. Ну, без разницы. Вот нью диско возьмем свежую. Допустим, Synth Bass. Вот бас закинули. Просто перенесли, и все, он уже будет играть. Сейчас-то тоже столкнулся, вот ты вот вытянул сейчас такой длинный тянущийся бас. Вот такие ваншоты, они для чего вообще предназначены? Вот именно длинные такие, знаешь? А если тебе понадобится длинная нота, ты как ее сделаешь, если она была короткая? То есть здесь фишка именно в этом. Я сейчас... Так, огибающий у нас ADSR, мы ее откроем. Где она у нас? Слышь, я ее протянул. Я сейчас ADSR настроил, поясню людям. Чтобы у меня коротенькая нотка вот здесь в конце была. Я отпускаю, и она мгновенно прекращается. Вот, нравится сэмпл? Берем. Не нравится? Не берем. Все просто там. Мне как раз-таки нравится, что длинные ноты удобно очень использовать. Ну вот сейчас сэмплер, например. Попробуем забить какие-то ноты. Леша, а удаляй вот этот предыдущий тройк. Извините. Без дела так. Не зашло, да. Ну, как бы ноты не важны, просто сама суть, что я здесь тоже такие вот вещи могу делать. Ну, мы же сэмплы рандомно кидали, поэтому вот такое вот вышло. Ну, вот и все. Две вещи. Сэмплер, либо аудиоматериал. Ну, с аудиоматериалом многие работают. Там, доктор Люк какой-нибудь, он постоянно именно аудио забрасывает. Вот, я и то, и то использую на самом деле. Так, ну, окей. Тогда поехали дальше. Я думаю, что ты очень подробно объяснил. Кстати говоря, что еще напомнить. Тот же самый FL Studio и Ableton очень удобны, например, в таких сэмплерных штуках, потому что там уже есть удобные инструменты. Там симплер, либо этот вафрутики свой встроенный. Очень удобно там даже говорить об этом не надо. Если вы пользуетесь другим чем-то, там, конечно, надо вот искать типа контакт или еще какие-то сэмплеры. Так, поехали дальше. И еще один вопрос от этого же автора. Как правильно вырезать бочку или клэп с чужого трека на примере, пожалуйста? Часто бывает такая проблема. При написании трека много звуков на синтезаторах. Звучат тихо. Начиная разгонять по громкости. Например, плаки в сайленте. Звучит ужасно. Как сделать? А, ну, блин, все в одном. Короче, это второе. Все в одном. Забивайте в поиск дайера экстрактинг кикс. И все. Там он показал способ. Второй момент по поводу там клэпов. Ну, лично я делал как? Я искал экстендед треки. То есть диджейские треки берешь, у них обычно есть в начале там кик. Это второй момент. И третий момент. Мне кажется, сейчас вообще вопрос в бочках не стоит. Вот крайнюю библиотеку покупали. Ну, для того же там фьючер хауса. Ну, блин, ну офигенно звучат бочки там. Сейчас, секунду. Фьючер хаус мюзик. Вот этот, наверное. Все звучат круто. Зачем что-то там у кого-то резать? Берешь просто из стиля бочку и все. Там Vengeance тоже самое. Пишите вы там EDM. Какой-нибудь жесткий. Ну, здесь они тоже все классные. Ты помнишь, я часто показывал в своих эфирах, как легко в беттере можно менять эти бочки. Да, то есть как бы нужны библиотеки просто свежие. И не будет вопросов. Пользуйтесь хорошими сэмплами. Там Vengeance, Authentity, CR2 наши. Там Single Makers. Все. Как бы забудете о проблемах. Вообще о всех проблемах. Да, да там все есть. Но нет, я понимаю, необходимость срезать бывает. Но две вещи. Вот Dyer видос, он показывал, как это делать. Если так не получается, уже никак не получится. Как бы других нету возможностей. Иначе все бы уже поназдирали бочки там супертреков, которые там сейчас звучат. Где-то можно, где-то нельзя. Но по идее, по крайней мере способам Dyer'а, можно посмотреть, что там происходит внизу и найти как бы подходящую бочку так, как я это делал, например, в Anuka в видосе. Помнишь, Армен, мы же там подгоняли, что-то по фазе искали. Все можно. Там очень подробно мы это делали. Так, поехали дальше. Часто бывает такая проблема. При написании трека много звуков на синтезаторах звучат тихо. Начиная разгонять по громкости, например, плаки в сайленте, звучит ужасно. Как сделать так, чтобы подошли все звуки с любого синтап, при том, что их не надо раздувать плагинами? Спасибо, Леша, респект. Ну давайте, вот смотрите. Вот я взял звук. Убавлю. Прибавлю. Он у меня не звучит ужасно. Нету в цифре никакой разницы. Если ты можешь фейдером добавить, добавляй. У тебя ужасно может зазвучать из-за микса. У тебя на мастере, допустим, приборы какие-то уже не дают разгонять. Этот звук не вписывается, например, конфликты какие-то, и он звучит ужасно. Но в цифре, как бы по барабану, что ты тише сделаешь, что громче, у тебя одни и те же цифры считаются. Нет никакой разницы между 0 дБ и минус 10 дБ для качества звука. Поэтому, возможно, у автора другая проблема. Если ты пытаешься громкость разогнать какими-то там приборами, может быть, тебе надо просто... Ну я, допустим, думаю, что, может быть, тебе фейдера не хватает громкости. Да, ты добавил, все еще тихо. Нет проблем. Вешаешь эквалайзер и добавляешь у него на выходе еще. То есть это никак не портит звук вообще. Портит звук уже мастер, если там что-то как-то не складывается. Но это уже второй вопрос. Это уже вопрос сведения, и он для нас, для всех считается самым сложным. Тут я не отвечу за три секунды, как сделать так, чтобы он все еще звучал хорошо. Могу одно сказать. Если у тебя на этот звук большая ставка, для тебя он должен звучать круто, бери, включай бочку, включай этот звук, балансируй, чтобы звучало, как тебе нравится. А потом включай остальные звуки и в ущерб этого звучка урезай. Тогда у тебя этот звук будет звучать как бы классно. Ты проконтролируешь, чтобы ему никто не мешал. А не так, что вдруг в конце ты начинаешь балансировать, и оказывается, что их вывести нельзя, потому что мастер запирает от того, что у тебя там дубасит бочка. Лучше вначале все это как бы делать и уже слышать проблемы. То есть ты можешь сделать акцент на этом инструменте и от него плясать, да, грубо говоря? Конечно. Ну, допустим, вот был этот дабс, трек у них там цунами, да, у них этот звук первоначальное значение имеют. Ну, давайте с этого звука и сводить. То есть звук, потом уже бочка там смотреть. Ну, это я так, как пример. Если он огромное значение имеет, значит, с него и надо начинать. Я, например, с вокалов начинаю, когда для меня вокалы важны. А теперь вопрос про вокал. Привет всем. Алексей, какие вокальные фишки, исходя из твоего опыта, нравятся заказчикам? Спасибо за ответ. Ну, современные фишки вокальные – это как минимум форматные всякие истории. Надеюсь, все знают, что это могу показать, если нет. Ну, давай. Просто у нас тут люди хвалят за то, что ты показал, что в контакт можно закинуть сэмпл, так что лучше показать. Ну, надеюсь, что и полезно будет. Так, ну, давайте, допустим, какая-то… Так, нам нужна девушка. В смысле, на вебинар. Так, студио… студио вокалс. Вот смотрите. Первая фишка, да, которая важна. Не знаю, это очевидно, но многие, может быть, не учитывают. Лучше всего форматно опускать женские вокалы вниз, чем мужские. Мужские звучат, неважно. Но вот покажу, о чем речь. Возьмем автотюн. Кстати, сегодня убедился в этом, да. Да, женские вокалы всегда лучше звучат. Взял автотюн, потому что он, ну, наверное, у многих есть. Включаем режим формат. И опускаем вниз на, ну, допустим, на октаву. А теперь можно вот этот throat length покрутить. По вкусу. Если я сейчас к основной дорожке подмешаю вот эту, можно получить какие-то прикольные результаты. Можно использовать фишечки. Например, сделать задержку между левым и правым каналом для вот этого форматного. Ну, не забываем эквалайзерами пользоваться. То есть там какие-то, если... Ну, что-то я сделал, как бы прикольно. Это первое. Но это как бы такое основное. Сейчас в связи с популярностью дипхауса это постоянно используется. Иногда я то же самое делаю. Поднимаю и на октаву. Например, ну, сейчас на этот раз возьму риперовский. В принципе, разницы нет. Поднимаем на октаву. Звучит странно. Пробуем подвигать форманту. Обычно, когда поднимаем наверх, форманту опускаем вниз. Да, только в режиме про. А теперь подмешиваем к основному вокалу сколько-то процентов. Это может быть совсем мало, там от 10% и больше, до 50%. Ну, так же можно отдельно всё это располагать, в стерео раскидывать. Какие-то верхние гармоники даёт. Прикольно. Дальше. Ну, мне по сей день нравятся штаттеры. Штатер и изотоп-штаттер. Советую всем распробовать, кто не распробовал, потому что штука реально крутая. Вот здесь с клавиатуры я сейчас вызываю разные пресеты. Соответственно, каждый из них настраивается. Выглядит сложно. Настраивается несложно. То есть, вот я ноту нажал. Например, если я Dry Gain запущу, то это сухой сигнал. Эффект Gain, то, что происходит, могу настроить. Здесь со скольки до скольки. Вот это значение, откуда, докуда он будет длиться, там, в пределах скорости. Да и, в принципе, всё. Сами эффекты здесь включить, всякие квантизации. Звучит бомбезно. Ну, например, возьму стерео какой-нибудь там, панцкейтер. Как я обычно делаю. Я накидываю вот этот эффектик. Сейчас, кстати, меди-посыл просто сделаем. Так, главный момент. Я не посмотрел скорость. 127. Вот где-то здесь начинается. Да, так и есть. Вот, ставлю ноту штатера, которая будет заставлять его вот так себя вести. И я не знаю ещё пока, какой из эффектов прокатит. И пробую ноту двигать, и слушать, что будет. Слушаем. Другую. Прикольно. Вот я бы, допустим, посмотрел. Ну, будь аранжировкой. Ставлю на какой-то другой участок, например. И ещё другую. Кайф. Мне нравится. Прикольно, да. Вот. И поиск идеи заключается в этом. Штаторов может быть несколько, один по другим. Есть же там эффектрикс поверх, если он у меня установлен. Можно поискать ещё какие-то приколюшки. Там луп. Они назначаются на разные ноты. Тоже тут их можно вызывать. Я могу по 3-4 штатера разных, отдельных. Могу посоветовать контору вот этот эффектрикс. Это у нас какая? Шуга Байтс. Вот у Шуга Байтс есть Торнадо, Артиллерия моя любимая. Я по ней показывал кусочек видео. Все их использую. До сих пор это актуально. Всегда это придаёт какую-то модность. Вот, допустим, в данном случае можно ещё повесить какую-нибудь штуку типа автотюна. Тоже всегда актуально до сих пор. То есть там Ти Пейн до сих пор актуален. Как сделать ещё робот-вокал какой-то? Сделаем. Ну вот это ми минор, ми минор. На всё, если сделать, сможет не очень хорошо звучать, потому что слишком быстрые изменения. Вот слышал, что есть какие-то дополнительные проблемы, сделаем меньше. Например, 20% может лучше звучать. Чуточку хьюманайза. Вот здесь обязательно надо выбрать правильный диапазон. Сопрано, альт и так далее. Вот это его действие, как он сильно работает. Там релакс, например, поскромнее. Прикольно. Поехали дальше. Вокодер. Про вокодер вы спрашивали, да? Ну, наверняка вопросы будут у людей, как это реализовать в FL Studio. Сразу скажу, я не знаю. Ищите уже у FL, как это делается. По-моему, через сенды везде это всегда делается. В некоторых случаях там старый эко-бэйс это делается через квадроканалы. Ну, например, мне нравится Orange вокодер. Он звучит классно. Он звучит супер. Делаю сейчас посыл вокала на него. Ну, или, знаете, я мог, наверное, я мог, наверное, прям в инцерт его завесить, и всё. Так, проверим. Блин, какой он древнегреческий. Я когда только начинал вообще заниматься музыкой, ещё по-моему. Вот я сейчас ноту нажимаю и, собственно, слышу результат. Пробуем разные режимы вокодера. Аналоговые. Ну, вот что ты сыграл? Гениальное, наверное. Как ты это сделал, Лёш? Ты аккорды просто... Да, я играл аккорды. Так, сейчас восстановим. Что я там налабал? Сейчас в данном случае Reaper очень умный. Он мне подложил прям под аудио-миди. Так, возьмём это. Есть фишки. Например, есть вариант здесь сделать фэт, и тогда он будет жирный в стерео. Прикольно. Следующий момент. То же самое. Например, старинный Марф Фодор от Вейвс. То же самое он умеет. Вот он. Сейчас он ничего не понимает. Он делает что-то такое для хэви-метала. Пробуем... Ну, можно пресеты, можно сразу просто полистать. Так, где он у нас? Секунду. Так, поднимем. Момент-момент. Нойс уберём. Тоже вполне имеет место жить. Вот. Такие варианты и есть. Ну, есть ещё на самом деле моя любимая Мельда. Мельда, Вакодер. То же самое. Но здесь, насколько я помню, ему нужен управляющий сигнал. То есть, ну, хотя он, может быть, умеет. Сейчас я попробую. Секундочку. Может быть, умеет. Я просто давно уже это делал им. Ты имеешь в виду, чтобы играть на MIDI-клавиатуре здесь нужна идея? Ему нужен управляющий сигнал какой-то этому плагину, чтобы он это дело понимал. То есть, я, например, должен сейчас отправить, ну, допустим, с какого-нибудь серума на вот этот плагин, там, наверняка, на какой-нибудь 3-4. Тут ещё сложнее всё это. Так, не играет. А, ну, мы можем префейдер сделать. Так. Здесь потруднее это немножко делается. Ну, так вот сходу не получается. Короче, надо по нему посмотреть видосы. Ну, и можно делать. Короче, с вакодром ну, как бы самый нормальный и вариантов немного больше. Какие-то ещё были конторки, я их перебрал много. Вот, но мне больше всего нравится Orange. когда требуется, вот я его использую. Либо Waves. Да, я думаю, да, этих с головой хватит. Кстати, по-моему, даже этот есть тоже в AfroTeloups вакодекс. Естественно, вакодекс прикольный. Кстати, он даже иногда на осинты подходит. То есть, например, бас можно вакодром обрабатывать, угарно звучит. Так, окей, поехали дальше. Если клиенту очень нравится аранжировка и он просит всего лишь поднять её на два тона. Вопрос. Как ты выкручивался в таких случаях? Спасибо. Всего лишь на два тона. Ну, это ужасная история, особенно в электронной музыке. То есть, знаете как, вот скажу, я посмотрел, просто послушал нарезку хитов различных, и они там варьируются в плюс-минус полтона, там буквально тон, полтона, тон. Все в пределах каких-то тональностей близких. Либо в мажоре, либо в миноре, все рядом. И когда человек просит поднять, да, ему удобнее петь, но аранжировка начинает звучать очень плохо. Особенно, если это какая-нибудь тональность близкая к до. То есть, нота до, она слишком низкая, либо слишком высокая, звучит плохо. Но ничего не поделать, приходится делать, как бы, ну, что я могу с этим поделать? Вот. Да, приходится поднимать, искать варианты. Вот. К сожалению, ничего не сделаешь. Ну, поднимаю сходу. У меня не раз это было у меня, постоянно так бывает. Особенно после того, как мы... Да не, ну, там не в этом дело, как бы. Просто вы, пока вы писали музон, все нормально, потом вокалист начинает петь и понимает, что он не вытягивает ноту. А, допустим, низко петь, это слишком, ну, на октаву ниже нельзя, значит, надо или поднять, или опустить. Чаще всего опустить не представляется там возможным. Вот и поднимаете там, на пятерочку какую-нибудь. Чтобы он на семь ниже, получается, пел. Ну, короче, как-то так. Окей, тогда поехали дальше. Следующий вопрос, ну, судя по всему, автор имеет в виду, как должен звучать микс, который звучит хорошо и в моно, и в стерео. Это какой микс? Какой микс? Знаете, что я хочу на это сказать? Ну, допустим, возьмем мы Silent. Silent. Вы сейчас услышите известный пресет, но я не об этом. Так. Вот, допустим, я делаю унисон из двух пил в режиме ретрига. Вот, звук плавает, там что-то ездит, все классно. Вот. Сейчас какую-нибудь дедмаусовщину сыграю, там, аккордов. Допустим. Так, играть-то будет? Неважно. Вот, из двух аккордов он, в смысле, из двух голосов. Из двух голосов. Как только я сейчас в моно это все превращу, слышно, что он плавает, да? Если я отквантую их, может, будет еще хуже иногда. О! Вот сейчас была наглядная просто демонстрация того трэша, что может произойти. Вот. Вот на этом аккорде сейчас бас подскочил. Надеюсь, мы это увидим. Не увидели, но если я сейчас еще раз срендерю, может произойти по-другому. Давайте еще раз. Это я к чему? Это я к тому, что нормальные широкие звуки в моно скорее всего будет плохо звучать. О! Во! Пожалуйста! Вот этот аккорд сейчас, который точно такой же, как этот, прозвучал по-другому, потому что при сложении вот этих стерео по фазе двух осцилляторов он нам вообще дал левый аккорд. Звучит как будто разные аккорды, согласитесь. Но при этом как бы в стерео звучит нормально. Как один. Поэтому пытаться сделать нормальный красивый стерео трек и при этом чтобы он и моно был это возможно, если использовать такие вещи как синхронизация по фазе вот такая. Вот этот будет звучать одинаково и в моно и в стерео. Можно найти тембр. Но я сомневаюсь, что кто-то из нас заморачивается в том, чтобы это в моно звучало хорошо. Скорее всего в моно зазвучат миксы хорошо, не электронного содержания, а какие-нибудь живые. То есть у вас там барабаны, все по фазе, все классненько, гитарки какие-то, вокальчик, электропианка какая-то, какой-то. Вот в этом случае оно может в моно нормально заиграть, но сомнительно, что у вас электронный трек зазвучит в том же балансе, в каком он звучал, допустим, в стерео. Как правило, разлетается баланс у электронных треков, особенно в широких. Короче, не парьтесь на этот счет, серьезно. Моно имеет смысл только для проверки, что там в сабе, что там с фазой. Ну, Армен, ты же тоже говорил много, моно доживает свои последние дни. Уже лет 10, да, по-моему, оно доживает, как Андрей говорил. Тут вопрос как раз, а как насчет баса, как сделать широкий моно звук, чтобы бас был глубокий? Опять же, нам надо определиться, что значит глубокий, широкий, я понимаю, ну, глубокий. Ну, вот, допустим, Synth One. Все то же самое можете повторить. Фазу синхронизировали. Да, вот этот init пресет я сделал сам. Вот, фазу синхронизировал, два голоса в стерео, крутнули фазу, можем editune, можем голосов четыре, и зафильтруем. Широко, глубоко, делаем моно, все классно, согласны? Да, да, а вот рисун, это классно, знаешь, без проблем, конечно, глубокий, знаешь, для меня, допустим, вот этот глубокий, мучающий бас. Но у него тоже будет его по басу немножко колбасить, вот он сейчас в моно, а вот в стерео. Вот он и в моно, и в стерео неплохо звучит. Ну, к сожалению, я пока это не могу проверить, потому что у меня тут моно. Ну, вот смотрите, вот в стерео, вот в моно. тоже все нормально, вот в стерео. Не, ребят, тут пишут раз у всех моно, да. Не, у меня, у меня нормально, у меня стерео, я слышу нормально. Короче, вот с моно, стерео, вот такая история, вот так делать. Моно, вещание даже. Да, если не хотите разбираться там, в этом синте, опять же, берете сайлент, дальше немножко геморройненько, но ничего. Пила, пила, еще одна пила, и еще одна пила, по одному голосу. Панорама лево-право, как хотите, можете на всю. А теперь двигаем фазу у каждого, вот у этого так, у этого будет вот так, а вот у этого будет вот эдак, например, и у последнего будет вот он супер широкий, и фильтруем. Можем какой-то детюнчик забабахать, например, вот здесь минус 0,1, тут плюс 0,1, например, тут минус, не знаю, 0,3, а тут плюс 0,3. Сделаем моно, и в принципе, тоже неплохо. Обратите внимание, всегда звучит одинаково, как будто я его засемплировал. Все нормально. Как-то так. Так, окей, поехали дальше, вопросов очень много. Доброго времени, суток, Музбизнес, Армен, Алексей, привет. Привет. Здравствуйте. Да, во-первых, разрешите сказать вам спасибо за ваши стримы, терпение и потраченное время, здоровья вам и вашим близким. Вопрос такой. Как Алексей панорамирует драмс и в каких стилях? Имею в виду хай-хет, перкушен, шейкер, панорамирует ли их вообще? Ну, я строго не панорамирую, постоянно курю потом. Так, смотрите, шейкеры, ну, если, допустим, я пытаюсь найти стерео сэмплы изначально, да, если такого не получается, ну, допустим, грув меню, ну, смотрим, допустим, шейкеры, шейкеры, вот он в моно, в зависимости от аранжировки, я могу применить всякую фигню, например, вот, сделать задержку, ну, могу это показать на waves, например, потому что риперовский, может быть, не так понятно будет, делаем фидбэк на ноль, чтобы никакого фидбэка не было, задержку в миллисекундах, ставим пинг-понг, чтобы у меня в левую и в правую колонку раздавалось и делаем задержку сколько хотим, вот без него, вот с ним, первое, второе, какие-нибудь стерео расширялки, например, BX стерео мейкер, вот это, если я не ошибаюсь, моносовместимая штука, а может и нет, да, моносовместимая, моносовместимая, диапазон, а, вон, да, монофреквенс, вот это вот, монофреквенс, да, это, во-первых, это, во-вторых, я, насколько понял ее, она работает как лоджиковский стерео расширялка, ну, допустим, я сейчас в режиме моно буду пресеты переключать, смотрите, одинаково звучит, но в стерео, вот эта штука абсолютно моносовместимая, это работает примерно как Waves, что-то там, Paner, не Paner, сейчас найду, Stereo Tools, по-моему, называется, Stereo Tools очень понятен из графического интерфейса, или вот этот PS-22 Spread, вот оно, он очень понятен, смотрите, у вас вот левая колонка, правая колонка, и в зависимости от частоты, вот он их разбрасывает по колонкам, соответственно, при сложении будет то же самое моно, вот тоже очень понятный плагин, смотрите, как звучит, как будто вот охота развернуться, странно очень, а в моно, что с ним, что без него, одно и то же, здесь есть различные параметры, то есть вот вообще по полной можно разогнать, какие-то безумные вещи поделать, кстати, прикольно ее поавтоматизировать, я такого не делал, ну-ка, вообще класс, да, кошмар вообще у меня начинает голова крошиться, короче, вот тоже моносовместимая штука, ей можно иногда пользоваться, дальше, да все, дилей, вот эту штуку я использую, то есть задержки между колонками, либо иногда можно использовать похожие сэмплы, ну, например, вот берем Vengeance New Disco, пишем шейкер, здесь нету, окей, ладно, тогда пойдем в Deep House, ну, или даже не в Deep House, вот есть библиотечка, я бы ее порекомендовал, так, House, 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 называется Lounging House, вот тут просто вагон с тележкой, шейкер, пишем, вот короткий какой-то шейкер, не знаю какой, ну, вот этот возьму, взял вообще рандомно, вот, и пытаюсь найти похожие, и развожу их налево-направо, попробуй другой сэмпл, попробуем укоротить, смотрите, супер, стерео звучит, согласны? Потому что это разные сэмплы, то есть, если требуется, без проблем, можно так, можно потом повесить какую-нибудь стерео-сужалку, и уже посмотреть, как сильно надо, в данном случае направо громче приходит, два разных сэмпла звучит как один, можно третий добавить, как бы, чтобы еще более как бы слитно все это звучало, ну, по центру, уже стерео, кстати, моносовместимый способ, вот, по поводу вообще панорамирования, я, наверное, высокочастотные могу больше панорамировать, но чаще всего я на референс ориентируюсь, честно скажу, но вот высокочастотные звуки, их реально можно сильнее панорамировать, но я так не делаю, что я конкретно шейкер направо запанорамировал, а там какой-нибудь хэт налево, я так не делаю, не знаю почему, не могу сказать, что это там неправильно по-другому делать, просто мне так по-другому не нравится. Так, поехали дальше, следующий вопрос, довелось ли тебе работать через суматор, пару слов, если можно. у меня у друга там стоял суматор, какой же он там, этот, суматор, SSL, SSL суматор, что ли, SSL Matrix, по-моему, но я к этому спокойно очень отношусь, смотрел видосы, такие, ну, я кому-то показывал из знакомых, там парень свел все в коробке, в лоджике, и потом то же самое через суматор, и у него громче микс, и там такие восторженные комментарии, типа, блин, как вообще по-другому все зазвучало. Я думаю, вот если он дал бы мне свой микс уже после суматора, и дал сессию в лоджике, я, мне кажется, смог бы подогнать, то есть там слышно разница в уровнях, эти искажения, которые есть, их можно добиться там другими плагинами, и вот мне что-то подсказывает, да, что можно без суматоров обойтись, то есть может быть это удобно, да, когда вы свели, закинули в суматор, выгнали и получили результат, то есть когда есть с чем сравниться, то есть как бы вряд ли будет ситуация, когда у вас вы в секвенсоре сводите, а вам вашу же версию отдали через суматор, сказали, давай к ней подгоняй, такого же не будет, но мне кажется, что я бы смог вот подогнать чуть ли не в ноль вообще, что оно совпадало бы, поэтому я к этому спокойно очень отношусь, но если есть возможность там где-то на халяву посводить и послушать разницу, конечно, это надо делать, но в целом я спокоен, потому что я слышал кучу миксов, которые и без суматоров звучали там прекрасно, вот какое-то такое у меня мнение, у меня довелось послушать результаты АБ, я лично присутствовал при этом вот через SSL Matrix, по-моему, так он назывался, восьмиканальный суматор, вот, мне кажется, тема раздутая, слишком много на ней информации, что типа вот вы купите и после этого ваш голос будет прям вот близко звучать, вот между колонками, прям класс, не думаю, не думаю, вот, как-то просто я к этому отношусь. Окей, поехали дальше, привет, Армен, спасибо, что читаешь все вопросы, вот мои вопросы, как целенаправленно создать аранжировку, как правильно подобрать главный саунд для, блин, это один вопрос, или я не понял, но скорее всего, давай тогда, как целенаправленно создать аранжировку. Ну, вот у тебя есть цель создать аранжировку, ты можешь, ну, допустим, аранжировка это ведь приложение уже какого-то материала существующего, значит, у тебя есть какая-то демка, там, твоя, не твоя, сыгранная на гитаре, там, на фортепиано или спетая в диктофон. Ну, я целенаправленно вначале думаю, что это будет за стиль, обсуждаю это с человеком, для кого я это делаю. Если мы находим общие какие-то там договоренности, вот, я, значит, беру референс, думаю, что это за стиль, подбираю ударный, подбираю гармонии, как-то так, не знаю, что тут еще сказать. В принципе, ты сможешь почерпнуть, как целенаправленно создать аранжировку, если посмотришь, вот видео, хотя бы даже вот мои, Артура Орлова, посмотри видео, как там с нуля целенаправленно собираются вот аранжировки. Все понятно будет. Честно, как-то так, я понимаю вопрос. Так, а второй? Да, тут вторая часть, даже, я бы сказал, большой вопрос. Как правильно подобрать главный саунд для лидирующего инструмента, для того, чтобы он передал всю окраску, эмоцию, композиции, которая лежит в голове, а не говорить, сейчас посмотрим, что видит, сейчас тут продолжение целое, но я догадываю, что нужен опыт, грамотное знание о саунд-дизайне, о теории и так далее, но есть ли какие-то системы концептов для такого, вообще, как подобрать саунд-концепт? Понял вопрос, думаю, что ответ есть. Вот, автору советую открыть любой стрим Дэд Мауса и посмотреть, как он подбирает концепт для своих звуков. Первое, да, сто человек сделают сто разных результатов, у нас у всех свой вкус. Такого нет, что, там, ты сделаешь, вернее, я сделаю, и ты скажешь, да, это оно, например. У тебя свои вкусы, у меня свои, а у третьего человека свои. Поэтому нет никаких, как бы, таких правил, типа, как подобрать звук концептуально правильный, подходящий, который все раскрывает. Он может раскрывать твои какие-то там, да, принципы, но не мои. Ты можешь столкнуться с тем, что ты там пять звуков накрутишь, и все пять звуков будут нравиться разным людям, там, да, одному один, другой скажет, вот это плохо, а другой скажет, ты что, это очень классно ты сделал. Поэтому, исходя из этого, вывод такой, концептуальный звук, это только то, что ты там себе надумал, то есть, как ты это себе видишь, ты делаешь. И здесь нет никаких особо правил. Я не знаю, что тебе понравится. Причем, сегодня тебе одно может понравиться, завтра другое, а через пять лет, когда ты наслушаешься другой музыки, ты совсем не приемлемешь то, что ты вот до этого делал. Поэтому, ну да, здесь надо саунд-дизайн крутить, кайфовать, и только так. То есть, я когда смотрю, как там делает какой-нибудь Дирамирос, например, в принципе, ничего особенного, да, если так посудить, но я вижу, какое он удовольствие, да, получает в момент вот этого кручения, там, подбора звуков. Так же и надо и тебе, то есть, просто наслаждаться, перебираешь звуки, пока ты не почувствуешь, что это оно. Но предупреждаю, вот это оно только для тебя, потому что оно, например, кому-то другому вообще не подойдет. Но тут не надо ориентироваться на то, что там другие говорят, это нормально, лишь бы тебе нравилось. Но синтез, да, надо подтянуть по полной, чтобы в этом разбираться и понимать, что делаешь. Но Дэд Маус очень советую смотреть на Твиче, очень полезно. Да, у него интересные видосы. Так, следующая часть вопроса, ну, тут я перефразирую, расскажи о концепции компрессии для разных вокалов от попа до ADM. Компрессии вокала. Ну, вы знаете, такое, то есть, как бы практически сейчас показывать, не знаю, имеет ли смысл что-то, потому что, ну, надо сырые вокалы брать, вообще не обработанные ничем, не компрессированные. Но я одно для себя как бы понял, если трек агрессивный, какой-то современный, там вокалу требуется реально большая компрессия, сильная. Вполне возможно, несколько компрессоров подряд, плюс в пассы или еще какой-то агрессивный компрессор. Самое главное, как бы, чтобы вокал пробивал и его было хорошо слышно. В каких-то более скромных треках, да, там компрессия уже не такая серьезная. Мне, например, одного Airvox иногда может быть достаточно. Waves Airvox, он там покрывает вообще все задачи. Фирмачи его до сих пор используют. Опять же, есть куча халявных приборов, которые уже нарулили, все там. Тот же Waves GGP, он уже звучит прикольно, ну, разве что он иногда какие-то искажалки делает на верхах, там надо осторожно с этим. CLA Vocals, тоже халявный прибор. Халявный, имею в виду в том смысле, что одной ручкой компресс можно быстренько получить компрессированный сигнал. И там есть эти самые режимы три штуки. Там панчи и так далее, и так далее. Вот, поэтому сейчас с компрессией все проще. Потом еще я покажу компрессор, который мне очень понравился. Компрессор называется Mjuk. Мjuk. Очень классный компрессор. В принципе, он такой ламповый слегка. Здесь драйвы всякие есть, тембр. То есть, в принципе, да, если ты слушаешь ушами и крутишь, и слышишь, что получается, не обязательно никакую читать документацию по нему. Вот тут три режима есть, можно получить разный звук. Ну, например, вот этот MK3. Тут еще и атака, и релиз есть, можно подкрутить. MK2 тоже самое, MK1 здесь вот другие приколы. Он как лимитер может работать. У него, например, есть пресет Lead Vocals to the Front, например, или что-то здесь было еще. Так, Lead Vocal. Ну, наверное, его я использовал. Он очень агрессивно компрессит, можно поменьше. Короче, вот этим тоже можно пользоваться. Я AirFox пользуюсь, плюс вот этот сверху, и нормально. Можно еще в посыле нью-йоркской компрессии добавить. Но универсального ничего нет. Не получится вот так взять и универсально все сделать. Я, например, нередко пользуюсь тем же Pro MB для компрессии каких-то отдельных частоток. Я, например, пользуюсь Meldodynamic динамический эквалайзер, которым я, например, нахожу какие-то проблемочки, вырезаю их, там, зумлюсь, нахожу. Очень удобная штука. Очень удобная. Это тоже можно, отнести к компрессии там частот каких-то. Опять же, дейзеры тоже важная, немаловажная вещь. Вокал отдельная история. Советую посмотреть Женю, Джона Олина. У него очень подробно там все в деталях. То есть, как бы универсального ничего нет. Там появляются какие-то новые стили, где подход к обработке вокала другой может быть. Не все одинаковое. Нет такого, что вы сейчас там тремя плагинами обзаведетесь и все будет. С другой стороны, я считаю, что там с помощью эквалайзера и компрессора можно добиться всего. Вообще любого результата. Но это я не про объемы не говорю. Там, хорусы, ревера. Как-то так. Окей. Здравствуйте. Объясните на практике, как изменять звучание разных партий микса с помощью эквализации и прочих инструментов, чтобы один и тот же инструмент звучал по-разному в разных партиях, при этом вписываясь в общее звучание с другими инструментами. Например, в рэпе, в куплете мелодия играет одним образом, а в припеве добавляются другие инструменты и звук становится шире. Но при этом громкость микса особо не меняется. В данном случае приведенный пример очень другой. Звук остался тот же, к нему добавились новые. Я не знаю, что тут объяснять. То есть, был звук и к нему добавился еще один, который широкий. не вижу сложностей в этом. По поводу видоизменения каких-то в процессе, тоже, в принципе, ничего такого. Здесь нету особых каких-то ограничений. Ну, например, вот я сейчас возьму что-нибудь, неважно что, ну, допустим, мелодичный луп. Допустим, вот это. Я понимаю, что человек, возможно, занимается хип-хопом и там другая музыка, но значения не имеет. Ну, допустим, вот у нас какой-то звук идет. Вы можете делать все, что вообще заблагорассудится. Это как со штатерами. Ну, например, здесь я применю какой-нибудь телефон на этой дорожке. Да? Просто наглым таким образом. Band Pass вот в таком вот адском режиме 72. Вот. вы имеете право вообще все, что угодно. Например, кусочек аудио. Вот, как вы видите. По-другому звучит. Мы можем использовать гитар-рик, который гитаристы недолюбливают и считают очень плохим. Здесь можно тоже, допустим, взять какой-нибудь компонент в режиме стерео. Допустим, возьмем среди компонентов что-нибудь уникальное. например, кабинеты. Какой-нибудь кабинет. С поищем режимы. Ну, не кабинет, я вообще пресед сейчас поменяю. Допустим, вообще вот такой. То есть, вот, например, я вот такие вещи в хип-хопе постоянно слышал, что, допустим, перед тем, как начнется музон, перед ним незадолго там какую-то часть перед битом, например. ну, я сейчас ерундой страдаю, но по сути ничего здесь такого, здесь опять творчество. Как хотите. Можете применять какие-то ривера, можно применять какие-то другие еще вещи, то есть, тут все просто. был такой видос про конторку Audio Damage Big Sec. Вот он до неузнаваемости тоже позволяет видоизменять один и тот же луп. Там был на 5 минут, по-моему, видосик, где один и тот же луп не слушается скучно в течение 5 минут, потому что постоянно меняются вот эти вот вещи. Потом вам не запрещено же сверху опять же повесить штатер, о котором мы сегодня говорили. и уже применять какие-то другие заморочки. То есть, вот я сейчас там возьму. Или этот Вармверб. Вармверб, все что угодно вообще. Какие-то здесь жестокие вещи. Уже какой-то одиночный сэмпл не звучит одинаково. Как бы, я думаю, вот это все. Ну, потом был бы пример сейчас, чтобы мы заценили. По поводу остального, ну, тоже все очень просто. То есть, вот у меня, например, звук играет. Я не знаю, что здесь обсуждать. Какую-то ерунду. Вот у меня там есть кусочек какой-то. Потом у меня вступает еще один звук. ну, вступает. Вот я его сейчас сделаю супер широким. Там, из восьми голосов. Вот я из него, например, центром убираю весь центр. Вот он широким стал. ну, вступил он, стал он широким. Я не знаю, что здесь обсуждать. Как, по какому принципу звуки выбирать? Ну, это посмотрите мое видео про лейеринг. Я там примерно говорил суть. Ну, всегда, если есть сомнения, референсы добавил звук, стало широко, классно. Как-то так, не знаю, что здесь обсуждать. Иногда приходится отвечать на банальные вопросы, ну, потому что люди бывают разные. Есть вопросы, да, пытаемся ответить. Уровень, как говорится, у всех разный. Да. В плане обучения. Так, поехали дальше. Каким образом точно так же расширить вокал на припеве? Записать кучу даблов, посмотрите мультитреки. Тут, короче, надо проанализировать фирменные стемы. Там все очень понятно. У них, например, есть лид-дорожка. Ее может дублировать там по восемь вообще дорожек. Вот. Сергей Николенко у нас был на Музбизнесе. Он все это показывал, как там у Нюши вокалы даблились. Все точно так же. Если вы думаете, что у вас там одна дорожка вокала, вы ее хоросами потом раскидаете, ничего не выйдет. Я вообще в последнее время реально использую много вокалов. Там могу вообще десяток к основной дорожке подмешать. Ну, их, конечно, надо синхронизировать, все поправить. Но это звучит реально круто. То есть, когда подмешивается, кажется, что один, но реально не один. И чаще всего у фермачей именно так. Записывайте кучу даблов. Да и в хип-хопе это постоянно на самом деле. Там этот эйр, воздух, ответки, их там тоже пишут по две, по четыре минимум штуки. Ну и референс не устану повторять. Тимбелэнда послушайте, какие там, допустим, Нелли Фортада, как она поет, какие там ответки широкие. Все нормально. Окей, поехали дальше. Привет. Интересует, какие чаще всего шорткаты, скрипты используешь для ускорения работы? Ну, банальные. Допустим, вот у меня один шорткат запускает Spire. На Escape я закрываю его. На вот это вот, на другое сочетание. Nexus. Сейчас у меня Nexus запустится. Есть у меня, допустим, массив. Вы видите, постоянно я его закрываю. Есть шорткат открывающий первый insert. Допустим, есть у меня, ну, еще Amnesphere не буду запускать. Вот я сейчас EQ добавил. Вот один шорткат запускает первый слот, другой шорткат запускает второй. То есть, видите, где мышка? Я при этом быстренько запускаю одно, второе, одно, второе, одно, второе. Вот есть шорткат на сайчейнер, который вот у меня. В принципе, этого более чем достаточно. Ну и банальные вещи исходные, вот дупликейты всякие, дупликейты пачками. Но это исходное, оно есть и есть. Стретч-маркеры у меня есть, например. Но это тоже, по-моему, исходное, но я под себя настроил. Вот я там поставил, не попал, подвинул, подвигал, вот тут не попал, подвигал. Вот как-то так. Ну, контент внутри поменять, естественно, это все использую. Нормализация. А, еще из последнего изменение фазы. То есть, я подгоняю, например, бочку под снейр и под бас. Могу бас отдельную ноту поменять фазу. Мне надо, поэтому я использую. Ну, закидывание в мелодайн, закидывание в изотопы RX. То есть, как видите, даже хотя бы этой мелочи может не быть в других программах и все, и пипец, и это долго. Ну, или, например, если у меня был какой-то тихий звучок, я его могу нормализовать. Все это мгновенно, без каких-либо задумок, затупок. Ну, панелька моя мне помогает, там, когда я листаю сэмплы. И есть еще панельки на отдельные вещи. Например, вот нарезать. То есть, я вот сейчас нажму, он мне в два раза порежет, в четыре, в восемь. Вот эти восемь я сделаю в шестнадцать. Вот, соответственно, очень удобно. Продиджи сейчас пойдет. Трак, как он назывался. Да, да. Вот, очень-очень-очень мне это все ускоряет работу. Соответственно, смотрите, сейчас к сетке привяжу, поставлю другую скорость, например, шестьдесят, и все будет так же. За исключением алгоритма, который я должен выбрать. Про, это как комплекс про в облике. Деша, есть кнопка создать хит. Не, у меня есть скачать мастеринг и это, залить на как он, на саундклауд. На рутрекере. Раздать на рутрекере, да. Так, привет, Алексей, скажи, пожалуйста, чем нужен премастеринг? В каком контексте вопрос понять бы, ну, дело в чем, попытаюсь еще раз подробненько этот вопрос осветить. Смотрите, вопрос мастеринга был раздут лет 15-20 назад, да, когда это имело значение. Имело значение в первую очередь в контексте мастеринга для CD, когда издавался альбом. Например, 15 треков, мастеринг альбома, все классно, как бы, все треки подогнаны, ты включаешь CD, все нравится. Во вторую очередь это был другой формат, например, винил, там включало в себя отрезание высоких частот, отрезание низких частот, это чисто технологический момент. И в последующую очередь разные другие форматы, например, мастеринг для ТВ, там, и так далее, и так далее. Эти все вещи, можно так сказать, умерли, потому что, ну, не имеют смысла. И люди почему-то в это дело вкладывали много смысла, что, типа, после мастеринга у меня сейчас зазвучит. Хотя, это вообще технологический этап в первую очередь. Это уже второй момент, что там кривые миксы мастеринг-инженеры правят. Но этого не должно быть. В идеале, как бы, он ничего не должен вообще делать. Там максимум, это только выставить их там по уровню, и все. Но так выходит, что криворукие, как бы, миксинг-инженеры отправляют на мастеринг, и он там чешет голову и вырезает резонансы. Мне кажется, да, что все эти вещи давно уже умерли и не имеют значения. Потому что люди, даже если релизят альбом, ну, никто целенаправленно альбом не слушает. Даже если слушают, то все равно все это в разнобой, как бы, нет смысла все это подгонять. Все это можно руками подогнать. Там iTunes уже подгоняет давно, если я не ошибаюсь, треки по 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 РМСу, не по РМСу, не знаю как. Но по факту трек Дэд Мауса, там, или Скриликса будет звучать так же, как трек Баха, там, и Аганна Себастьяна. Поэтому вкладывать в это понятие, там, чрезмерные какие-то ожидания не стоит. Поэтому сейчас то, что раньше называли мастерингом, сейчас называют премастеринг. То есть секция на мастере каких-то эффектов это типа премастеринг. Хотя, по сути, как бы, это тот же самый этап, когда вы там выкинули в сеть и все. Для себя только одну вещь единственную я, как бы, придерживаюсь. Это если я на радио треки скидываю, то я меньше жму мастер. И все. В остальном рекомендую не париться, не заниматься вот этой ерундой, то, что там, ну, расписывают, там, мастеринг для iTunes, что тоже не представляет из себя ничего серьезного. Там, по-моему, минус 0,5 всего лишь они делают. Запасы на этом весь мастеринг для iTunes закончен. Если есть лейбл, который мастернет, пусть мастерит. Если нет, делайте, как вам нравится, не пережимайте сильно, не слушайте, как бы, там, так, в сравнении с фирменными, что, типа, у меня тише, я хочу дожать. Не обязательно этого делать сегодня, потому что есть треки еще тише и еще громче. Вот, это, как бы, мои пожелания на этот счет. Думаю, не надо париться. Это, как бы, я помню, у нас был излюбленный вопрос, а что у тебя на вообще весь звук сделает. причем у каждого гостя. Да, это стандарт, как бы, не надо на это делать никаких скидок. Хорошо сведенный трек зазвучит с лимитром с простым от L2. Нормально зазвучит причем. Кстати, да, по стерео, что хотел добавить, был видосик очень такой объемлющий у Леши Погорелова по стерео очень давно, там, лет пять, наверное, назад. Ну, там тоже все раскрывал по стерео, кто вопрос задавал, там, эффект хааса и все остальные моменты он там разбирал. Так, ясно. Поехали тогда дальше по вопросам. Добрый день, Алексей, скажите, пожалуйста, что такое таймстретчинг? Вот, вот есть какой-то барабан. Таймстретчинг в переводе с русский это растяжение времени. То есть, если я растяну, вот я сейчас провел работу над таймстретчингом замедлил, ускорю. Есть еще такое, как стрейч-маркер, и это к этому же относится. Вот маркер, я в одну сторону ускорю, в другую замедлится. И, соответственно, например, в рипере такая фишка есть, в других программах нет. Можно вот эту кривую шевелить. замедляет. Вот вся информация по таймстретчу. Так, если можно, скажите или покажите, для чего нужна функция ревайра в секвенсорах. Она нужна для того, чтобы объединять секвенсоры. То есть, например, в данном случае я могу показать только в рипере, как я открою рипер по ревайру. Это забавно. Я сейчас в рипере открою рипер по ревайру. Видите, у меня два рипера сейчас запустилось. Вот у меня второй рипер запущен как отдельное приложение сейчас, который подключен к тому. Вот у меня сейчас какой-то миди тут. Плагин, да, такой. Как плагин, да, рипер отдельно запустился. Но зачем это надо? Вот, допустим, вам очень нравится работать в Эбблтоне, но вам хочется еще использовать фишки, например, рипера. Вы можете Эбблтон к риперу подключить без проблем. Reason стандартная история. Я даже встречал люди к Протулсу подключают Reason. Типа, это прикольно. Только для этого, чтобы совмещать одну программу с другой. Больше как бы незачем. Ну и непонятно, автор к чему спросил, то есть просто интерес или он задумал это использовать. Если задумал, то там просто. Ты пишешь, вот ты пользуешься в Эбблтоне и, допустим, в FL, и ты хочешь их объединить, пишешь Эбблтон плюс там FL, Ревайер на Ютубе смотришь, как это делается. Все очень просто. Ну, автор написал в конце вопросов. Большое спасибо вам, я новичьёк. Я понял. Я советую пока не углубляться в эти вещи, потому что это слишком будет тяжело сразу и туда, и туда залезать. Лучше одну программу освоить, потом, когда уже необходимость появится во второй, можно задействовать. У меня вот есть желание задействовать, например, Битвик, но у него нет Ревайера. И, к сожалению, он отпадает. Да, также он задал вопрос, что такое ресэмплинг. Не знаю, мы, может, отправим на Google или как, или ответишь. Ну, это очень обширный вопрос, потому что по ресэмплингу есть много материала разного. Можно, допустим, сэмпл кинуть в какой-нибудь хармор и получить какой-то ресинтез. Это я про ресинтез. Ресэмплинг. Не знаю, в каком контексте он это имеет в виду, к сожалению. Армен, ты знаешь? Ну, наверное, он вообще имеет в виду, что такое ресэмплинг. Ну, грубо говоря, когда, ну, объяснишь, что просто можно там, если у тебя комп не вывозит, допустим, можно делать ресэмплинг, фризить. Ну, фризить, понятно, может, он что-то другое имел в виду, но я не до конца понимаю. Лучше, лучше новичку советую не залезать в дебри, постараться сейчас пока сконцентрироваться на музыке, на простых вещах. А уже, как бы, сленг это второе. Даже видишь, вот я сейчас, например, не совсем понял, в каком контексте имеется в виду ресэмплинг. Ресэмплинг. То ли это сохранение, ну, короче, я не знаю, боюсь предполагать. Так, гадать не будем. Вы в следующий раз, ребята, пишите не три вопроса, по чуть-чуть, а один, но большой, объемный. Так, блин, ну, следующий вопрос тоже. Расскажи про тонкости настройки сайчейна. У тебя же, по-моему, даже есть... Да, у меня есть видео, посмотрите, там очень внятно. Единственное, что могу добавить, это вот сама глубина вот этого сайчейна и кривая. Это индивидуальная вещь для разных стилей, она по-разному может работать. Например, Vengeance, Vengeance, Multiband сайчейнер, который, у него даже пресеты здесь обзываются именами. Так, не надо мне апдейта, и он у меня не заработает. Надо же, прикольно. Короче, у него там пресеты с разными именами продюсеров. Типа, вот этот там классовский сайчейн, вот этот тот. То есть, в зависимости от стиля они могут реально быть разными. И вот эту кривую надо искать, как вам нравится. Тут, блин, нету ограничений. Ну, короче, я перешел вообще из всевозможных сайчейнеров вот в этот. Все в нем делаю. Да, я тогда тебя дополню. Вот вопрос про сайчейн, я думаю, более актуальным будет. Смотри, Леша, вот допустим, если у меня используется на одной, ну там, на басе, к примеру, какая-то определенная настройка сайчейна, да, на других инструментах нужно такой же сайчейн или все зависит тоже от случая? Не факт, не факт. То есть, как бы бас, он может быть гораздо активнее сайчейнится, гораздо сильнее, потому что он может там как-то мешать, там конфликты. А на синтах оно может быть по-всякому, там вплоть до вот таких вот ситуаций, что прям легкий, такой короткий сайчейн, вот такой вообще. Я такие вещи даже на клэп вешал, чтобы клик бочки пролетал, а от клэпа только вот остатки оставались. Такие вещи могут быть. Вкусовщина полная, то есть, как бы слушаем фирму, слушаем, как у них, делаем. Один в один не обязательно, хотя такой случай может быть. То есть, например, в какой-нибудь техномузыке там все может просто уколбашиваться под бочку по полной. Окей. Второй вопрос. Способы склейки дорожек в группах во всем миксе? Склейки по какому принципу? Просто, чтобы это совместно как-то звучало? Ну, видимо, да. Допустим, у тебя есть несколько лидов, к примеру, как это сделать? Ну, я понял. Ну, будем считать, что вот у меня лиды. Хотя я могу запустить, в принципе, если хотите. Давай. Хотим Дэдмаусовских аккордов. Ну, мультик какой-то у меня. Я его показывал как-то раз. Оно у меня сохранено, поэтому его и использую. Вот тут какая-то пачка звучков. Что тут есть? Посмотрим. Массив. Пианинка. Суперпила. И какие-то еще вещи, которые не работают, похоже. Все простое, все элементарное. как я бы его склеил, если бы вдруг такая задача встала. Первое. Можно Pro-MB использовать. То есть, чтобы он частотку нам оставил. Ух ты, как его колбасит. Так, 512 вроде. Так, дайте мне одну секундочку. Мне надо просто из-за того, что они все активные, из-за этого начинаются проблемочки. Так, я сейчас везде на все вот так вот понакидаю. Ну, нормально. то есть, короче, мультибенд, мультибенд, в данном случае, чтобы мы не жали, будет нас приближать к одной частотке. То есть, я наверху сыграю, он и там подождет. Очень даже так он подгоняет. Дальше, если у нас, допустим, какой-то сайчейн общий, в данном случае, Армен, вот как ты говорил, что на всей группе один сайчейн. Это будет звучать как бы слитно. Только у нас эта скорость левая, поэтому неправильно чуть-чуть. тут криво все, короче, говоря, без метронома же играл. То есть, сайчейн тоже будет давать ощущение такого единения звучков. компрессор, опять же, допустим, там, Ренессанс тот же. Мне, например, он нравится. Я сейчас... В данном случае непонятно, сколько звуков звучит. Хотя, их тут четыре. Ну, тут как-то так. Вот это все не... Знаете, у вас иногда, ребят, вопросы кардинально противоположного вы хотите. Это удивительный факт. То есть, человек может сказать, а как мне сделать, чтобы у меня слои лейера было отдельно хорошо слышно? А другой может попросить, а как мне замазать? Но здесь еще такое-такое дело. То есть, все равно в этом слое какой-то звук будет являться главным для вас. Вы решите, что там это фортепиано, например. Ну, например. Вот. Поэтому остальные звуки можно из них вычесть, например, частотку какую-то, которая фортепиано характеризует. Ну, что-то где-то здесь взять, из других звуков вырезать. слишком такой вопрос общий нельзя вне контекста сейчас вот его порешать. То есть, был бы сейчас вокал какой-то, целый трек, можно было бы что-то там выдумать. Но в целом, вот я недавно попался мне мультитрек EDX. Я не буду мультитрек запускать, я включу то, что я делал. Леха, хочу мощный дроп EDX, чтобы ты его накрутил. Короче, попался мне EDX проект. Ну, это возьмем тоже. Покажу просто суть, как я, например, знания получаю, каким образом. Вот есть мультитрек. Вот есть какой-то бас. Я его могу послушать. Вот бас. А вот то, что я накрутил в массиве. Он чуть-чуть отличается, но по барабану. Вот, например, другой звук. Вот то, что я накрутил. То же самое. Я слышу, что происходит, пытаюсь их вместе послушать. Ничего на нем не висит. Вообще ничего. Ну, на втором звуке. На басе что-то висело, я что-то пытался. Вот, допустим, допустим, здесь же был звук вот такой. Вот я накрутил. Сайчинь забыл. Вы удивитесь, там ничего вообще сверхъестественного не вешают, каких-то суперспособов. То есть, я сейчас, например, включу. По сути, опять же, да, возвращаемся в то, что нужно правильно подбор звуков, да, и все. Чаще всего, да, мы кайф ловим от партий. Тембры тоже важны, там, как их крутнули, но ничего сверхъестественного. То есть, я, например, ну, мне кажется, у меня более-менее получилось вот этот кусочек воссоздать. Вот, я просто сел левой ногой вот его... просто сел себе сохранил, не парился. Ничего такого, ну, сюда, конечно, бочку надо какую-то кайфовую, диповую. Вот, я постоянно проверяю, слушаю мультитреки, то есть, для меня это офигеть обучение какое, вот, реально, то есть, библиотеки сэмплов меня не устраивает по полной, да, использовать вот эти готовые какие-то решения констракшн-китов. Я их слушаю, смотрю, переруливаю, получаю такое же звучание, поэтому как-то так, то есть, вопросы лейера можно для себя решить, посмотрев пару-тройку мультитреков фирменных. Благо, выкладывали такие ребята, как Кашемир, например, на Сплайсе, там, вагон вообще, чего можно вот так посмотреть, разобрать. Так, как грамотно накручивать бас в идее музыки? Твои любимые вопросы. Ну, я не знаю, ну, как, понимаете, вопрос очень широкий, ну, допустим, знаете, вот часто мы думаем, что там что-то было сверхъестественное, люди просто купили себе Nexus, там, 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 Мельбурн оф бит, там, ну, я не знаю, запущу сейчас что-то готовое секвенции, то есть, ну, это старая еще библа, как бы, вот есть, там, Big Wave, там, Bounce, все, вопрос решен, купите Nexus, наконец, новый, он, в принципе, здесь очень реально крутой, свежие какие-то, Future House, например, блин, очень годный, ну, они, блин, реально здесь басы, вот, можно посмотреть, что в слое, sub-bass, mid-bass, у кого-то был вопрос про sub-bass, mid-bass, тут все классно, как бы, в октаву, вот sub-bass, вот они совместно, вот так звучат, вопрос с басом решен, по поводу, как крутить, посмотрите, штуки две, наверное, моих видео, старенькое видео, аранжировка баса, я там показывал, по какому принципу лэйр делается, и вот этот видос, он подойдет для любого стиля, что бы вы ни писали, там, начиная от совсем мягкого, какого-то поп-трека, до любого жесткого, принципы одни и те же, то есть, ну, серьезно, конкретно, как выкручивать определенный звук, это отдельная история, но тут надо по синтезу покопаться, посмотреть, а так, тут все хватает в Nexus, на мой взгляд. Получается, на практике, чаще всего, вот если тебе нужен бас, да, понятно, что в разных случаях можно разные использовать, но чаще всего, ты какой синтезатор используешь? Ну, вот, я не знаю, в последнем вебинаре я делал, значит, а, ну, хотите, вот я вообще сейчас вам покажу что-то нереальное, нетипичное, скажем так, для меня, хотя я люблю этот стиль, это просто так я сидел, писал, вот, для себя, раз в пятилеточку сел поделать. Вы сейчас приколитесь, как я делал бас, потому что он абсолютно, он создан, вот как мы обсуждали сегодня, не в сэмплере, вот сэмпл баса. странно, да, вот удивительно, смотрите, как я барабаны забивал, наверное, это вряд ли кто-то так делает, но мне нравится, смотрите, как это звучит. Вот, и здесь бас забит, ну, здесь и миди, конечно, есть, там, какие-то простые, вот, вот как это, типа, звучит. вот стрейч-маркеры применил, подвигал. Здесь какие-то миди кусочки, вот есть, блатные, типа, да, еще один момент, например, вот этот бас, помните, я показывал, как стрейч-маркеры можно кривыми делать, вот здесь у меня кривой стрейч-маркер, делает вот этот, из баса, вот из такого, звучка, вот из такого, получается вот такое. То есть, я даже здесь синт не использовал, мне просто было прикольно. Например, следующая часть, здесь, ну, элементарная мелодия из двух нот. Я продублировал каким-то странным звуком. Мне понравилось. И вместе это звучит вот так. Это совсем олдскул, короче, вот такая тема. Здесь, как видите, вот бас, звучит нормально, мне кажется, неплохо. Это сэмпл, у меня только компрессор здесь. Мне кажется, ну, мастер, о мастере говорили, тут тоже ничего особого. Ну, иногда дофига, конечно, он давит, но ничего. Это просто кусок музыки. Вот. И такое бывает. Я очень полюбил работу с сэмплами. Сейчас нашел бы я... Вот. Покажу, как здесь делал бас. Ну, я уже это показывал, просто это уже допильный проект. Я пропустил какие-то сэмплы? Вот. Помните, я, может быть, показывал, как я собирал здесь бас? Он здесь состоит из кусочков. Вот. Один сэмпл, ну, под сайчейном. Следующий. Еще один. Еще один. И вот так целая куча. И вот вместе это звучит вот так вот. Но мне показалось мало, и я добавил еще массив. И все это вместе. Просто сидеть, крутить пресеты на каждый звук мне было неинтересно. И вот получилось вот такое вот. Опять же, ну, тут какие-то сэмплы не подгрузились. Тут и луп есть, и не луп, и куски, и куски сэмплов, которые мне приглянулись, вообще из другой музыки. Вот, я не знаю, откуда я это взял. Да, вообще полностью вот послушаю. Ну, тут какие-то не загрузились звуки. Я вокал, вокал, пожалуй, вырублю. Ну, тут особо что обсудить. Вот, допустим, куски сэмплов, они не синтов. Мне понравилось, как звучит. Почему не взять бы его? Вот еще какой-то звучок. Очень мне понравился вот этот звук, настроение. Есть какой-то долгий под сайчейном звук, он изначально ну, сухой был, вот такой. ничего особого. Накинул на него волхалки. Есть еще всякие вот такие вещи. Это я в свое время Трантемоллера, видимо, переслушал. Вот, использовал фаб-фильтр Timeless, ну, даб-дилей, вот без него. Ну, звук и звук. Вот в контексте музла. Так, пардон. Опа, там что-то еще заиграло. Извиняюсь. Вот он там доигрывает. Вот в данном случае вообще, ну, вы видите, как я бас писал. Ну, реально. Из сэмплов. Бывает. Ну, а звучит прикольно. То есть, непонятно. Он в своей массе звучит, как будто это один сэмпл что-то с ним делают. А в реальности вон их куча целая. Где? Полезно звучит. Ну, да. Короче говоря, я сейчас вообще в последнее время, наверное, в связи с переходом на Reaper, да, здесь удобно очень с аудио материалом изгаляться просто. Я начал активно использовать аудиоматериал. То есть, куски какие-то басов, это все прикольно звучит. Можно брать вообще отовсюду, вплоть до каких-то кусков там слэп-гитары. Мне нравится. Если вопрос про синтез конкретно, то, в принципе, я все это тоже умею, понимаю, как это делается. И у меня есть какие-то заготовки. Там, понятное дело, есть там какой-нибудь бас square, типа квадратный. Но я сейчас его не использую один, честно скажу. Я использую аддоны разные сэмплов. То есть, вот такой у меня подход сейчас. Там синт-1 я люблю очень за его вот это звучание в моно-стерео, как говорится. там 4-8 голосов. Можно тембр сразу фазой найти. хотите меньше басов? Вот. Больше басов? Вот. Ни эквалайзеров, ничего не надо. То есть, всегда с бочкой можно поискать. Стартовую фазу поискать, очень удобно. Не знаю, это надо отдельный бы какой-то, если бы мы проектор смотрели, там можно было в деталях. Ну, в общем, как-то так. Так, поехали дальше. Привет, Музбинус и Леха. Вячеслав, привет. Это наш, кстати, постоянный зритель. Спасибо за бесценную помощь и за канал. И тебе спасибо. Вопрос. Стоит ли начинающему изучать встроенные инструменты и эффекты в лоджике или же стоит сразу же осваивать топовые, пусть хоть и да. Ну, вообще, в лоджике очень качественное содержимое. в принципе. То есть, например, если ты послушаешь EDX, он же Крис Рис, он же Пассенджер 10, он же там и так далее. Много проектов. Он весь свой звук рулил на ES2 во многих моментах. То есть, там как раз с фазой интересный момент был. Там сверху есть настройка синхронизации. И там один из режимов делает его широким и со стартом фазы. Короче, ну, не могу я сказать так вот, что если ты сейчас там на ES2 все будешь крутить, все будет прям пипец-пипец. Но можно. Ну, по поводу синтов, какие-то там прикольные. Например, вот ES1, EFM. Там, если нравится проект Тимура Шофеева Going Deeper, он там бас, например, рулит на EFM. В его видео можете увидеть. Вот этот EFM чисто такой диповский саунд. Опять же, то, что мы сейчас, я показывал EDX и бас я крутил на массиве, он это крутил на EFM. В принципе, можно повторить это и на массиве, но могу сказать, что лоджиковских внутренних средств хватит, чтобы писать реально крутую музыку. Надо изучить хотя бы там такие вещи, как компрессор, эквалайзер. У него есть прикольные всякие панеры, рингшифтер прикольные есть, автотюн, вот, хотя бы это. А остальное, конечно, можно уже использовать что-то другое. Там Spire, Serum, FabFilter, Waves, достаточно там амнисфера. Как-то так. Окей. Так, следующий вопрос. Алексей, задай нам один вопрос, который тебя мучает. Да, ничего не мучает, честно, все, понятно вроде. Какой вопрос? Гиля, ну, вообще любой. Давай как бы обращение к аудитории. Вот какой ты мог бы вопрос задать сейчас? Интересно, кстати. Да коли все это будет продолжаться? Я не знаю. Армен, какой вопрос к аудитории? Да любой. Подскажите мне, друзья, наверное, библиотеки с акапеллами с хорошими. Вот в этом у меня вопрос большой. Че еще, зачем я не следил зачем я не следил? Может вышел какой бомбовой пак со звуками, с пресетами для спайра или серума? Тоже не следил, времени нет, пользуюсь своими какими-то наработками. Наверняка, что это было. В лаборатории у нас есть полно сэмплах. Так, поехали дальше. А, еще знаешь, что, может быть, кто-то с этим сталкивался? Может, какой-то прибор, который резонансы пилит? Вот у меня есть SUS плагин, не всегда справляется, может, есть альтернатива. Вот, девушка поет, очень резонирующий голос, и не могу никак там урезать. Вот, может, кто-то сталкивался. В принципе, все. А как же там вопросы про мастеринг? Не нужно? Про мастеринг нет, не надо. Я, кстати, открыл для себя новый лимитер. Новый лимитер. Козрок называется. Очень прикольный. Не хуже инвисибла, в некоторых случаях может и лучше. Так, здорово было бы, если Алексей в прямом эфире за 4 часа напишет ремикс на конкурсную песню с промо-диджей. Там все ответы на мучающие вопросы вырезут скорее. Да, ну, это, конечно, прикольная идея, но у меня просто реально нет возможности 4 часа посидеть. Я бы с радостью, вот верите, раньше, там года 3 назад мы с Арменом каждый день сидели, прикалывались, писали. Вот, сейчас просто реально, ну, 4 часа это... Ладно. Так, как быть, если все мелодии, ходы кажутся супер-помсовыми, скучными, неоригинальными? Как выйти из застоя и найти тот самый вайб, на котором все начинает получаться? Ну, для каких целей? Если коммерческие цели преследуются, там, чтобы это стало сверхпопулярным, приносило бабки, там все-таки есть принципы какие-то. По гугле Макс Мартин, просто забей, Макс Мартин, продюсер, там, напор его треков с 95-го по наши дни. Увидишь там, среди списка продюсеров, доктор Люк, потом ради прикола напиши доктор Люк топ-10 рипс, и там треки, в которых он стырил идею. Там до безумия доходят, то есть там разница в один год между треками, у которых они там стырили идею, и они становятся хитами. Не знаю, есть какая-то особенность, что-то нравится людям, какие-то квинтовые ходы, аккорды. Банальные, ну, заходят. Если ты хочешь оригинально совсем, есть нетрадиционная музыка какая-то, там, я не знаю, африканская, может быть, послушать, или еще каких-то народов, национальные идеи, там можно что-то почерпнуть, можно использовать ничего такого, все нормально, что-то оригинальное будет. Я тут искал звук зурны, мне надо было по работе, и я попал на битпорт, проект зурна называется, и там транс, и там зурна играют. Необычно, не знаю, насколько популярна. Доброго дня всем. Во-первых, спасибо Мосбизнесу и Алексею в частности за возможность поднабраться опыта. Мучают меня такие вопросы. Первое, объясни простым языком, как понять, что имеется, что имеется конфликт между бочкой и басом. Только ли на слух? Ну, однозначно на слух, и бывают ситуации, когда, допустим, если ты там АЧХ всевозможный смотришь, оно там может как-то мешать, но еще большее значение имеет фаза. То есть, например, бочка с басом могут на какой-то частоте сходиться и друг дружку убивать, только потому, что они в противофазе. Это звучит плохо. Тут одну вещь только могу всем посоветовать. Вот звучит бочка с басом, вешать какой-нибудь плагин, которым можно фазу вращать, и проверять, как он звучит в фазе и в противофазе. Если в противофазе лучше оставлять в противофазе. Так, если бы были какие-то возможности не на слух определять конфликты частоты и устранять, то уже давно были бы плагины, которые всю работу за нас делают. Ну, что он там проанализировал тут, проанализировал там, тут поднял, тут урезал, все классно, у тебя супермикс. Такие попытки как бы были, из-за топ что-то там пытался, что-то там делает. Я не слышал положительных прям отзывов, как это работает. Вот, поэтому уши это единственный инструмент в этом случае. Искусственный интеллект пока не развился до тех высот, что он там за нас будет сводить и все хорошо делать. Кстати, хорошая идея, Леш, тут написал человек с ником идея, ворк, да, как раз вот идея интересная. Нужно отдельную рубрику для новичков создать, чтобы было поменьше, ну, он написал, тупых вопросов. Ну, слушайте, какие задают, мы задаем, вот, но по поводу вот этого можно, кстати, разделить, да, то есть, вот какие-то базовые какие-то вопросы, да, чтобы это отдельно. Но если люди не будут обижаться, что их вопросы, например, модерируются и убираются в другой раздел там для новичков. Обычно, понимаешь, как вот на форумах профессиональных, когда новички приходят, очень негативно к этому относятся, отсылают сразу в Яндекс, там, в уроки для новичков, вот, и там обижаются они, конечно, ну, стоит, конечно, отвечать. То есть, возможно, конечно, в большом списке вопросов, если что-то совсем для начинающих, это странно будет, но пока так у нас, не знаю. Ну, просто понимаешь, Леш, у некоторых людей есть некое такое высокомерие, типа, вот он уже научился и он думает, блин, ну, вот я такой умный, блин, ну, нужно не забывать, что мы все с чего-то начинали, блин. Иногда бывает, вот повторение, мать учения, хоть ты эти вопросы уже... Ну, знаешь, какие вещи возможны, мне кажется, возможны? Это модерация вопросов, то есть, вопросы для новичков, например, в начало программы кидать, может, так прикольно будет, чтобы человек так увидел, там, прикольные вопросы начинаются, там, с 20-й минуты, я перемотаю. Ну, например, я не знаю, это как вариант. Во-первых, во-первых, вот я уже отвечал человеку в чате, да, у нас все вопросы идут в основном с контакта, вы можете посмотреть, какие примерно вопросы, и стоит ли вообще вам смотреть это, то есть, ну, вы же понимаете, что мы чаще всего задаем оттуда, вот, а сидеть, как бы осознанно зная, что мы эти вопросы будем задавать, и жаловаться, что эфир вам не понравился, ну, слушайте, вы сами виноваты. Не, ну, мы можем делать отдельные какие-то узкие вебинарчики, где узким чем-то заниматься, просто поймите, я предложил Армену сделать вот такой вебинар сегодня, потому что мне на протяжении там месяцев люди пишут, я говорю, скоро будет вебинар, все расскажем, как бы. Мне проще вот так один раз сесть и рассказать, и на это видео отсылать людей, которые там имеют какие-то вопросы. Да, окей, ну, разберемся с этим. Разобрать, да. Да, так, второй вопрос от Дениса, только начиная окунаться в синтез, поделись опытом, какие важные моменты в накрутке басов, пэдов есть, что характерно для них, и с чего начать при синтезе. Ну, надо понять, во-первых, две вещи, что такое огибающая, вот это АДСР, вот, для меня, например, было открытием, что вот эта огибающая, она не только громкостью управляет, но и фильтром. Как только я эту штуку понял, понеслось. Я начал на фильтр огибающую цеплять, делать всевозможные вещи, потом уже там дополнительные какие-то. То есть, самое главное в этом, это одно единственное, крутить. То есть, как бы, ну, по-другому никак. Я сел, целый день крутил, накрутил 20 пресетов, которые я до сих пор использую. Удивительно. То есть, это были первые мои какие-то пресеты, и они так прикольно получились, я там сидел ошарашенный, там, пэд какой-то прикольный, необычный получился. Поэтому, ну, еще помогает, на ютубе, например, пишешь, интересует тебя, допустим, Deadmau5plug. Пишешь, Deadmau5plug массив, Deadmau5plug silent. Повторяешь за ними, все. Ну, базу какую-то надо иметь в понимании, вот, огибающих, фильтров, там, простых вещей каких-то, унисон, дитюн, ретрик, ну, и все. И повторять, повторять. То есть, у меня, например, некоторые звуки не получались сразу, некоторые я там 5 лет вообще крутил. Ничего страшного. Вот, это все полезно. Поехали дальше. Привет, парни, спасибо вам за передачу. Все очень просто и понятно. Да, привет, Алексей, тоже твой тезка. Расскажите, пожалуйста, о современных требованиях к звуку и громкости в танцевальной музыке. Все говорят, что убивать динамику плохо, но на всех лейблах звук пережат просто нереально. Какими методами можно добиться такого звука, и стоит ли стремиться к этому, если так гласят современные требования? Ну, некоторые жанры, они обязывают так жать, к сожалению. То есть, я, например, не всегда согласен, да, с этим утверждением, что не надо пережимать. Есть стили, в которых пережатое вот это звучание характеризует этот стиль. Если бы оно было динамичным, менее зажатым, скорее всего, оно так бы и не звучало. Вот. Это какие-то отдельные жанры, там, трэп, может быть, дабстеп, я не знаю. Ну, вот. По поводу, как жать, скажу точно, в первую очередь, это тембры. То есть, ну, например, в дабстепе, ну, так, как пример, или в трэпе, часто кажется, что все очень громко за счет, очень транзиентных пробивных звуков и искаженных, они посередине искажены, кажутся очень громкими. Там много гармоник каких-то. Вот. Потому что, ну, челлаут никогда вы не услышите громче, чем трэп. Трэп всегда будет казаться громче там, на порядок. Вот. Только потому, что звуки такие. А как научиться делать? Ну, первое для понимания, как это делается, это надо попробовать поснимать в ноль. Вот. У меня, например, друг мне как-то скинул Марник, такой есть, Марник, а трэк Орион называется. Он безумно был пережат. Он говорит, ну, как всегда, челлендж, он мне говорит, ты никогда так не сможешь громко сделать. Я думаю, ну, посмотрим. Вот. И я сел, снял его в ноль, пытался сжать, подгонял эти звуки. В результате я сделал даже чуть-чуть громче. Прямо этот самый трэк, кусочек. То есть, понимание пришло, когда я один в один его поснимал. Только так. Если ты хочешь очень сильно сжать, но бери бочку бас, жми со всей дури мастер до требуемой громкости, и после этого добавляй остальные звуки. И если что-то будет конфликтовать, ты уже на этом уровне начнешь что-то эквализировать, чтобы все еще звучало громко. Вот и все. Можно в аранжировке поискать места, где можно в этот сэмпл воткнуть, чтобы он был, но при этом не мешал бочке с басом. Бочку можно укоротить. Не дел с такой низкой. Бас можно укоротить. То есть, там тоже в партиях очень большое значение. Ты съедаешь? Много говорю, воздуха мало. Спать из-за этого куда-то. Я понял. Леш, посоветуй какие-нибудь качественные библиотеки для контактов, саксофона и браса, но чтобы относительно немного требовали места на жестком. Если можешь, покажи на практике. Блин, ну, относительно немного места, выбора немного, я вам честно скажу. Саксофоны какие? Есть два, да, подхода к звуку. Есть академический какой-то оркестровый звук, киношный, может быть. Есть более джазовый. Какой? Тут очень большой вопрос. Если просто какой-то универсальный для джаза, например, ну, я показывал Fable Sound, теперь фирма называется, Brad Bay Big Band, но она весит 100 гигов. То есть, это совсем немало. Есть Mr. Sucks T конторка, есть Sample Modeling конторка, не помню, там был сакс или нет, но вот Sample Modeling, по-моему, как раз там Mr. Sucks T. Это что касается саксофонов. Второй вопрос какой? Так, саксо-брас еще. Брасы. То же самое. Есть, например, библиотеки всякие берлинские, Berlin Brass, там они весят безумно. Там 100, 150 гигов и больше. Вот. А есть библиотечки очень скромные. В какую музыку? То есть, в джаз, например, тоже Fable Sound, Broadway Big Band. Есть, например, от как она называется-то? Короче, контора, которая симфобию делала, у них есть Brass'ы. True. Блин, забыл. Не помню. Но они все много весят. К сожалению, много. Скорее всего, тебе придется ограничиваться какой-нибудь встроенной библиотекой ВКонтакт, которая идет. Там есть Brass'ы, Sucks'ы, все это есть. Но оно там не супер прямо уж. Но получается, в этом и прикол, То есть, когда большой размер, то есть, во-первых, качество сэмплов, да, и много ланянтов. Ну, естественно. Их пишут на много микрофонов. Их пишут с такой технологией, которая Round Robin называется. То есть, ты одну и ту же ноту жмешь, она тебе разные сэмплы подкидывает. Это все, конечно, много весит. А вот, кстати, пишут Project Sam, да, Да, Project Sam, что-то там с Brass'ами связанное. Так, добавились ли у тебя за последний год новые синты, которыми ты можешь похвастаться? Только старые. То есть, вот Synth One. Ну, блин, я честно говоря... А у тебя же был Synth One или... Ну, за последние годы, сказали, я его распробовал, может быть, год назад. То есть, до этого я его... Год, год именно, за последний год. Ничего вообще. Ну, есть только апдейты. Ну, этот Spectrosonic Skyscape у меня появился с фортепиано. Ну, это та же амнисфера. Дополнительно. Да нет ничего. Честно говоря, нет ничего больше. А Avenger? Хочу. Avenger хочу, но пока не купил. Окей, несколько советов при написании такой музыки, как старенький Электрохаус в прошлых годах. Тоже, если можно, покажи на примере. Ну, Леша уже одевает, поэтому... Не, ну, тут на примере не покажу, но несколько советов дать могу. В принципе, ну, используйте сэмплы тех лет, и все. Vengeance Electro Essential Volume 1 очень подходит. Используйте, ну, например, синты, которые там внутри лежат. Басы по тем же принципам, что я показывал, что можно ноту кинуть. Современные возможности обработки позволят вообще элементарно сделать. Потом многие, ведь ребята, раскрыли свои секреты. Клаас выпустил библиотеку для Vengeance. Будете звучать как Клаас. Кто-то выложил уже видосы, какие-то сэмплы объявились. То есть, Electro House того времени, ну, реально писать. Надо просто сэмплы тех лет. У Vengeance, опять же, говорю, была папка с басами. Вот если бы сейчас нас с нашими знаниями в те годы, мы бы сейчас там рвали бы просто все. Да, да, да. Тогда не умели. Тогда сайчейн, это был секрет большой и открытие. Это я имею ввиду 2003, 2002. какой-нибудь второй. Так, вопрос по синтезу. Не могу определить, что за инструмент играет лидирующую мелодию в треке Бурак, Йетар, Tuesday. Да, я помню этот трек, но мне охота звук услышать. Ну, ты можешь у себя послушать просто и сказать. Просто, ребят, я сам хочу, чтобы он включил. как пишется Бурак, Бурак, а трек? Tuesday, ну, типа, что там, четверг, да, это ли? Tuesday, вижу, слышу, сейчас звук к вам пойдет. С какой секунды там? Ну, там услышишь, типа, типа, дроп. Ну, там же гитара. Ну, вот этот вот звук. И в чем вопрос? Как накрутить гитару? Нет, там, по-моему, какая-то такая электронная шняга. Блин, может быть, мы о разном? Да, да, я слышал. Ну, это гитара же, ребята. Это гитара. Я гитару... Нет, это гитара. Не знаю, вопрос-то какой? Как накрутить гитару вот эту? Ну, ревер на ней какой-то намешан. Ну, в первую очередь, это сыграли, либо взяли сэмпл. То есть, там у Vengeance этих сэмплов вагон просто под гитару. То есть, ну, режете, там, искажаете. Реально не вижу ничего здесь такого. Я так понял, ты засмотрелся на клип сейчас, да? Нет, я музон врубил. А там что-то хорошее? Там контент? Да. Бесплатный. Качественный контент. Так, ладно, поехали дальше. Ритм гитары. Ну, вот, ищите, как бы, похожую. А, да, не похожа. Да. Ну, у меня здесь без мелодий. Ну, короче говоря, реально, ничего такого. Это примерно, как в прошлый раз мы реги с тобой писали, да, помнишь? Да, да, да. Вот, примерно, не, ну, возьмите, надо сэмпл с гитарой, как бы, и уже его там нарезать как-то. Это случайно наверняка вышло. А, кстати, кстати, да, у нас будет сейчас курс, мы, кстати, нашли талантливого автора, он тоже вот воссозданием занимается, и вот, по-моему, по-моему, он этот трек тоже будет разбирать, так что, да, там посмотрите. Так, еще хочу дополнить, посоветую пару библиотек сэмплов, которыми ты пользуешься для чилаута. StyleSRMX пользуюсь. Что-то из последнего у меня появилось, сейчас посмотрим. Да, ну, вообще не секрет, как бы, давайте посмотрим, что у меня есть. Папочка, chillout, смотрите, вообще не пополнено, да? Для чилаута я могу все, что угодно использовать. Ну, вот новая какая-то у меня появилась. Ну, вот это прикольная библа, потому что здесь бочечки такие кайфовенькие. Для чилаута чаще всего мне вообще подходит из библиотеки хип-хопа, на удивление. Вот, например, 14-й год, представляете, там, три года назад, или даже 13-й, Smokers Relight. Для чего вообще она была сделана? Бог его знает. Ну, допустим, 80 ударов, чем не chillout. Дальше поехали, там, Lounge Lizard, Eventide, на всю, вот эту ручку, короче, на максимум, добавляем sounddizer, так, дилей, chillout готов, говорю. В принципе, добавляем какой-нибудь гитар-рик, кстати, это прикольно, то есть я никогда не делал точь-в-точь так же, как я это делаю сейчас. У меня никогда нету четкого, прям сразу наигранного, ну, допустим, фильтры, толк вах, вах-вах, подергали ручку, параметр modulation, LFO, LFO, пусть будет у нас... Вах, какой звук. Вах, какой прекрасный звук. Tempo sync, допустим, два, и у нас... очуметь на лейбл. Так. Папка ATB, ну, чё общего, chillout ATB, ну, ATB есть chillout, ауросоник стиль, гладиатор, возьмём. Сейчас будем писать, как ауросоник. Женя, привет. Женя, большой привет, супер пресет, я его юзаю. только на нём ревера, дохренича, мы не будем. О, надо квантануть. Смотрите, электропиано звучит, как гитара какая-то. Можно это всё зажать, не знаю, чё про chillout говорить, видите, взял вообще звуки другие. звуки другие. Чего? Пэды давай, хотя бы, chillout. Пэды. Какой chillout без пэда? Кафе Дель Мар. Кафе Дель Мар. Это чё угодно, вон, Халлойн. Присаживайтесь, поудобней. Раздевайте свою девушку. Смотрите, вообще нетипичный какой-нибудь звук, возьмём. Дублируем, копируем, запускаем другой пресет. А то на лейбле ждут уже. Вот такой. Только на октаву выше. Synth One. Стерео, по фазе. Всё. Это другой совсем. Какую-то хрень наиграл, но неважно. Короче, я к чему? Мы говорили про барабаны. Барабаны можно любые. Потому что, ну вот, с одной стороны, да, это chillout, здесь какие-то определенные, возможно, да, нужны барабаны. Но я сейчас уверен, что можно с покойняк вписать барабаны из вообще трэпа. Спокойно вообще. Вот трэп. Просто скорость, да? Тут больше, да, как вот 808 кик. Его можно вписать, если постараться. Возьму, ну, какой-нибудь вот киты, кикс. Блин, это вообще совсем уж простите. Драм, ваншоты. кик. О! Вот даже вот так вот, смотрите, нормальная бочка, нормальная бочка. О! Допустим, так все. Потише. Если еще одно добавить, получится мне вкатило. Это, как ее зовут? Энигма. квантанусь, молясь. То есть, вроде бы, как бы, не из стиля брал. Даже сейчас я хаус-луп какой-нибудь возьму, и его можно сюда запихнуть, уверяю. Причем, знаете, ну, это экспериментальная вся история. Вот, минимал хаус возьму, луп. Он 128, а у нас 80. Когда я его сейчас замедлю, вот до таких состояний, с понижением питча, видите, он какой стал. Он уже более чиллаутный, скажем так, хотя был хаусовый. отпилим, сделаем что-нибудь. Музыку для Brothers пишите. Чего-чего? Музыку для Brothers пишите. Да-да-да-да-да. Лысый из Brothers. Затемнел бы. Какой-нибудь другой пэд. Короче, трек готов. Я его не буду сохранять. О, класс. Музыку для Ну, чиллаут же, но при этом сэмплы не из чиллаута. Короче, фишка в том, что настроение чиллауту дают не сэмплы какие-то отдельные, а именно подход, наверное. Потому что и трубу можно запихнуть. В смысле, в проект. А, ты все уже, да? Да. Я понял. Так, еще вопрос. С какой программы по тюну вокала лучше начинать? Мелодин или автотюн? Мелодин удобнее всех. Вот реально, удобнее. Возможно, у Waves качество повыше, я не исключаю этого момента. Сам просто сталкивался, что в некоторых случаях Waves лучше, меньше вносит косяков, чем Мелодин. Но он настолько неудобный, что я никогда на него не перейду. А вот Арам, кстати, советует автотюн. То есть, он считает, что автотюн типа изначально был всегда первым, бла-бла-бла и так далее. Ну, автотюн, как бы он для эффектов автотюна классный. Понимаешь, вот эта штука, шер там и так далее, это да. Автотюн там нормален. И то Waves придумали новый, который похожим образом работает. А в плане ручной редакции как бы Мелодин либо Waves. Но это я точно однозначно говорю, сравнивая именно косячки. То есть, у меня бывали ситуации, когда там хриплый мужик поет и его Мелодин не определяет. Вот, Мелодин не может ноту поправить, а Waves отлично. Автотюн, он тоже хернёй иногда страдает, честно тебе скажу. Хотя глубоко не рылся, но работа с Питчем ведётся уже лет 20, наверное. То есть, как бы ещё до Антарисов были конторки, которые делали всякие разные гармонайзеры. Там Роланды в этом участвовали, у них тоже свой есть алгоритм. Поэтому надо всё, наверное, пробовать. Но я, короче, на Мелодине всё делаю, делаю и буду делать. Ничего нового не появится. Окей, так, видел в некоторых видосах, что ревербераторы подгружают в инсерт. Как ты думаешь, в каких случаях это можно делать и чем этот способ лучше посылов? Это делается в случаях... В чём разница? Я понял. Разницы на звук нет, если у тебя реально как бы посыл и там ничего больше кроме ревера не висит. Либо в инсерт и там драйвет накручено. На как бы суммарно одинаковый и так и так. Другой вопрос, нафига создавать посыл, если у тебя это единственная дорожка, которая будет этим ревером пользоваться. Вот в каких случаях. То есть у тебя, допустим, уникальный звук, на котором уникальный какой-то холл. Для этого тебе лишнюю заводить шину, как бы смысл. Кинул, всё сделал. Это единственный случай. Я так делаю, когда мне незачем создавать шину. Один единственный звук. Да даже если два на одну и ту же дорожку, всё равно я на них в инсерт накидаю. Единственное, что я понял, что если ты мультитрек будешь отдавать, тут надо посыл, потому что чтобы человек смог этот ревер как-то убавить, прибавить в этом случае. Вот, как-то так. А, кстати, вот такой вопрос тогда возник. А вот, допустим, на сведение, когда отправляют, там же что же получается с этим, с сэндами, правильно идёт? Сэнды отдельно скидываются, и в том-то и прикол, что их можно уже редактировать, уже можно убрать, послушать, что хотели. В этом и удобство сэндов, потому что если бы в инсерте висело, он бы уже с обработкой скинулся. Так, окей, поехали дальше. Алексей, привет. Пре-ревер в репере, то есть кнопка, вопрос для меня остался открытым. Так, вопрос. У меня на страничке в ВК лежит мой, в графе о себе лежит мой скрипт. Там, в смысле, не скрипт, а мой конфиг. Там мой скрипт видно. Вот я сейчас покажу свой скрипт. Пре-ревер. Так, не так. Ну, ревер напишу. Реверб. И коротко объясню, потому что реально часто пишут. Вот это всё вписываешь, как есть. Важен вот этот момент. У меня на мой айтем повесится заранее сохранённый темплейт, взятый со слота 6. Слот 6 это Extensions, так-так-так, ресурсос. И вот здесь в разделе, например, эффектов, FX Chain, в слоте 6 вот у меня EOS загружен. Туда загружен заранее сохранённый темплейт. Как сохраняется темплейт. Вот у тебя, допустим, какой-то висит ревер, ну, например, EOS, ты нажимаешь правой кнопкой FX Chain Save All, ну, там этот Selection, Selected FX Chain, сохраняешь как что-то, например, 6, он у меня назывался EOS, и потом загружаешь вот сюда, вот в этот слот, ну, например, вот сюда я нажму, загружаю, всё будет работать. Можно написать не шестой слот, а первый, в первый слот загрузить вот этот темплейт. Вроде всё. Так, поехали дальше. Всё должно получиться. Да, там следующий вопрос по поводу вокал-чопов, но ты уже говорил это, поэтому перейдём дальше. Расскажи про модуляции и отклонения в другие тональности. Какие приёмы используешь и как самому научиться чувствовать, когда это сработает? Спасибо. Ну, это же стандартная история, то есть модуляции, которые когда-либо встречаются, они бывают чаще всего на последнем каком-то припеве. Никаких фокусов она может после сбивки, как, например, в треке Дэшэнда, помните? Дэшээнда, вот этот, как вы звали-то? Это в камеде была шутка про Дэшэнда. Короче, ничего особого, через сбивку всё, заходите на новую тональность. Отклонения, блин, ну, не знаю, ну, по-всякому, я, например, такого не делаю никогда почти, но информация никакая не уникальная, то есть, это всё написано в теории, там, как модуляция делается. Через аккорды, то есть, я сейчас на пальцах быстро не объясню, есть квинтовый круг, вот этот, круг аккордов. Через аккорд можно заходить на новую тональность, на полтона выше, на тон выше, и так же, там, отклонение так же работает. Ну, на пальцах не объясню сейчас. На примере было бы проще, например, если бы вы пример скинули и вас заинтересовало, как у них это прикольно получилось. Но у меня в моей практике это бывает там раз в пятилетку, модуляция какая-то через сбивку. Такое бывает. Знаешь, я заметил, люди вот так заморачиваются какими-то вопросами, которые, ну, блин, понятно, что они там в природе существуют, но, по сути, на практике это используется там раз в натуре пятилетку, знаешь. Ну, оно может используется у кого-то там в какой-то музыке, среди того, что у меня бывает редко реально. Ну, потом я говорю, это не секрет, просто послушай фирменные треки, делай так же. Они иногда через аккорды. Фирменные треки есть, когда у них прикольный какой-нибудь припев. Не могу сейчас показать, есть проект Диагенс Клаб называется. Там один из треков, у них припев вдруг в параллельной какой-то тональности. То есть, там отклонение типичное для припева. Очень прикольно. Вот, послушайте, замечательный трек Света, Света, по-моему, называется В машине. Там припев как раз тоже необычно. Бамы в другой, ну, в другой, не в типичной последовательности, да. Там, по-моему, они взяли, сделали с отклонением. Там сразу же на раз, два, на три, на три полутона выше основного, чтобы сыграть припев. Звучало прикольно. Редкий раз мне это как бы вкатывает, вот я запомнил два. Ну, все. Так, привет, Музбизнеса, спасибо вам за эфиры. И, собственно, вопросы у меня по библом. Первый вопрос у него, кстати, тот же самый, который у тебя, но я, ну, тут какие посоветуешься? А капелла? Да. Ну, Vengeance, Vengeance Studio Vocals, вот я их до сих пор использую. И второе, лучшие библиотеки духовых для контакта. Блин, если лучшие, опять же, возвращаемся, академическая музыка или джаз? Если академическая, Берлин, танцон, берлинские, прикольные, реально, хорошие. И ствестовцы прикольно делали. Кто там еще? Project Sum прикольно. Кто-то еще? Sample Modeling. Все. Перекрыли все. Ну, Fable Sound говорили о них. Так, и еще, 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 еще сбивки барабанных установок. А вопрос? А, какие? Ну, блин, во-первых, миди есть много, например, Addictive Drums, второй, там они есть. Steven Slade Drums, там они есть, прикольные. Toon Track Superior, там, по-моему, тоже есть свой архив. Ну, и все. Достаточно, реально. Есть наборы миди сбивок, в принципе, существует в природе, прям, архив. Много есть, ну, устанешь все это листать. Я сам забиваю, честно скажу. То есть, какой-нибудь пошло-поехало, это как бы я уже научился мышкой забивать. Какие-то свои наработки я сохраняю. То есть, у меня сбивка какая-то, мне понравилась, я сохраняю. Так, ясно, поехали дальше. Пишу музыку довольно давно, перепробовал много жанров и часто посещаю ощущение, что поймал свой стиль. Но проходит время, мне либо надоедает, либо начинает казаться, что я повторяюсь в каких-то фишках и приемах. Стоит ли бояться быть одинаковым и шаблоном или все же можно спокойно плыть по волне мейнстрима? Да не, можно повторяться. Просто, как правило, это сторонние наблюдатели называют фирменный стиль. То есть, например, знаешь, я в свое время меня это тоже бесило, что мне говорят, вот сразу слышно, что это ты сделал. А потом я думаю, а что я парюсь? Наоборот, это хорошо, это мой какой-то стиль фирменный. Там, что бы я ни делал, там шансон или вот это, мне говорят, вот сразу слышно, что это ты сделал. Нормально. По поводу не повторяться, ну, можно, конечно, как-то пытаться не повторяться, но тоже фирменный стиль. Наработки свои можно использовать. И у меня, например, некоторые вещи быстро получаются, потому что это наработка. Я не могу сказать, что я в ноль там повторил и все это сделал. Но если вот, ну, зашел как-то раз какой-то пэт, и в следующий раз я делаю похожий жанр, есть шанс, что я тот же пэт возьму. Уже вот он заходил и еще раз возьму, ничего страшного. Окей. А второй вопрос от него. Пробовала ли ты Studio One как впечатление, просто интересное мнение? Ну, по мне, если как бы линейные секвенсоры взять, то Studio One и Reaper это лучшие секвенсоры из линейных. Все остальное маркетинг. Cubase, там, ProTools, это все маркетинг. Еще могу выделить, наверное, S-Amplitude, потому что тоже действительно ребята старались. Ну, Sonar что-то делает, не следил за Sonar давно. Ну, Cubase прям вот начал меня бесить их маркетинговая политика. А Studio One они красавчики. Они сделали различные настройки для свитчеров. То есть, я там с Logica перешел, я могу клавиши Logica запустить. С кубика, с кубика. Очень прикольные родные обработки. Мне, мне Studio One нравится. Очень прикольный, достойный действительно секвенсор. Если бы, ну, тем, кто сейчас смотрит, планирует купить себе там кубик, например, я бы порекомендовал Studio One или Reaper. Reaper как бы для более гиков, которые хотят ковыряться, все это настраивать, делать безумные вещи. Для тех, кто хочет сесть и работать из коробки, вот однозначно Studio One лучшее, что есть. Вот, это мое мнение. Окей. Привет. Часто в ремикс-паках нет миди. Какие фишки есть для получения нот из стемов? Melodyne DNA есть, он понимает полифонию, он может как бы услышать, может услышать, вполне можно использовать. Там все слышно, все видно. Если он где-то ритм запорит, все равно можно как бы там понять. Так, окей. Привет, Музбизнес, Алексей. Привет. Контрапункт. Второстепенные партии, не эффекты, а арпеджиаторы, рифы, самое большое спасибо. Ты что-то понял? Короче, вопрос про контрапункт. Про контрапункт, про рифы и так далее. Нет, не эффекты, арпеджиаторы, рифы, что-то такое. Не совсем понял. Не арпеджиаторы, не рифы? Я столько коротко задал вопрос, что я нафиграюсь обычно так. слишком жато. Ну не знаю, могу так сказать, я всегда в вопросах, в структурных вопросах опираюсь на референсы. Всегда. Я не выдумываю ничего такого, что типа, а давай-ка мы, блин, сделаем бридж в начало там, и сейчас добавим гармошку в наш, электрохаус. Я такой не занимаюсь штукой. Мне не очень кажется это, ну как, от себя могу что-то придумать, но в вопросах структурных я пользуюсь референсами чаще всего. В вопросах контрапункта, там арпы, не арпы. Референсы. Обычно 5-6 треков фирменных, лучших, которые там Грэмми получили. Все это есть. И там, послушав их, все будет ясно. Опять же, мы о каком стиле говорим. Контрапункт в шансоне или в минимал тег хаусе? Да, тут уточнять нужно, потому что... Тут с примерами бы. Ну, то есть, я не знаю, для меня вопрос закрывает всегда референс. Извини, не можем ответить по-другому. Если у тебя будет дополнение, напиши мне, попробуем обсудить. Что-то, может, я подскажу. Всем привет, интересует роль пэдов в аранжировке. Часто для заполнения... Вот тут прям история. Часто для заполнения пустот... Резать? Я использую... Я читал этот вопрос. Пэды, как правило, очень сильно изрезав... А, да, эквалайзером. Правильный ли подход я использую? Нужно ли вообще использовать пэд для заполнения пустот? Имеется в виду аранжировка, где пэду не отводится слышимая роль? Либо стоит уплотнить другие инструменты или использовать другую пространственную обработку? Если будет возможность, с удовольствием узнал больше о применении пэдов в разных стилях. Спасибо. Муз-бизнес мастф. Вот так. Ну, смотри, если у тебя пэд имеет не первое значение, он там где-то далеко, то с ним и работать надо в конце. То есть, как бы, вопрос ужирнения звуков по отношению к пэду стоять вообще не должен. Ты взял вокал, например, взял бочку, бас, сделал как нравится, добавил синты, усадил их, там, уже вокал, бас, бочку ты не трогаешь, там, барабаны сделал, важные какие-то звуки сделал, и потом настала очередь пэда, ты вдруг его размутировал и понял, что надо ужирнять звуки. Такого не будет, такого не должно быть. Ты слышишь, что пэд кому-то мешает, вот он там на последнем месте, ты его на последнем месте и кромсаешь как-то, и ты все правильно сказал? Да, приходится его убивать в ущерб остального, это нормальная практика. Можно пробовать что-то со стерео делать, как-то в моно его, в стерео проверять, где ему место. Проверять ноты надо, где место, может быть, надо партию как-то поднять или опустить, или, в общем, посмотреть. Вот, если пэд на последнем месте, с ним такие дела и будут. Все нормально. В зависимости от стиля, референсы первые, послушать, как у них пэды звучат, насколько явно. и уже сделать выводы, на каком месте пэды. Если они не на последнем месте, а там на третьем, ну, в третью очередь ты их сравниваешь с референсами, сводишь. Дальше, если их закрывает что-то, там, урезаешь уже другое. Мой подход, он универсальный, вне зависимости от стиля, там, что это за музыка будет. Всегда можно, вот, по степени важности раскидать звуки и больше к предыдущим уже не притрагиваться. Вот как-то так. Окей. Так, следующий вопрос. Привет, Алексей и Армен. Вопрос, как сводить лупы перкуссии? Пример, библиотека Heavyosity от Damage для Contact 5. Стоит ли отключать эффекты контакта, такие как компрессор, ревер и прочее, перед тем, как выводить звук на микшер? Не получится ли каша, если к эффектам уже контактовским на микшере будут дополнительно добавлены эффекты тех же категорий? Компрессор, ну, компрессор такой же, ревер и так далее. Спасибо. Ну, по мне, если ты используешь библиотеки из Damage, в смысле обработку, то тебе дополнительная может и не потребоваться прям такая же. Зачем? И действительно, там в Heavyosity Damage есть три ручки пространства. Там дальняя, средняя, ближняя. Ты там можешь уже нарулить нужный баланс, чтобы объем нужного достичь. Зачем тебе еще сверху вешать еще какой-то ревер? Он может быть понадобится какой-то дальнего плана, но не такой же. Второе. Там действительно все можно уколбасить компрессором так, что тебе не понадобится еще один. Зачем? То есть ты, понятное дело, если ты после всех этих обработок сверху повесишь компрессор, будет беда. Ты как бы вытащишь тот ревер, который есть в Библе, вытащишь его компрессором и будет как бы не очень хорошо. Ну, я частенько пользуюсь тем, что мне дают. Если мне нравится звук, зачем мне их отключать и что-то заново пытаться рулить? Как-то вот так. Просто не используй компрессор сверху того, что есть. Можно там использовать какие-то эквалайзеры, я не знаю. Окей. Сангудайзер. Стервел шерелки. Да. Всем привет, Алексей. Хотелось бы посмотреть... Ага, но ты EDX показывал, да? Я уже запутался. EDX, да, показал. Но это там не пипец дроп прям. Ну, ну, а что, мы EDX с тобой снимали, если я не ошибаюсь, дважды. Нет, тут не дроп, я бы уже пропустил этот вопрос. Вот еще хотелось бы посмотреть твой темплейт EDX, как накрутить его в стиле бас, корс, спасибо. А, но у меня не то, чтобы темплейт EDX его трека там какого-то. У меня есть папка, куда я закидываю треки, которые по своему характеру напоминают EDX. Ну, есть тут какой-то контент. Я даже не знаю, что это, знаете, я не помню, когда я это все делал, но это 16-й год. FM бас. Что это? Что это? Что это? Я понятия не имею, но есть какие-то контенты типа Drum House. Что это? Так, тут ничего еще особенного. по-моему, ну, я просто сохранял то, что мне напоминает EDX. Контент. Deep content. Он может сейчас пропустить какие-то звуки, но ничего. Ну, то есть, какие-то вот штучки есть. Что-то слабал. Вот какой-то бас. Там тоже на Synthvane, кстати. А там у меня продолжается, пардон. Что тут еще есть у меня? ничего особого. Пустой какой-то контент. Я не знаю, что вам отсюда показывать. Самое прикольное, то, что вот этот аккорд плакавый, вот есть основа и есть верхушка. Во-во-во, вот это как раз интересно. По какому принципу ты подбирал вот эти звуки? Все по тем же, что я рассказывал, то есть, раньше. Вот этот вот центральный, а вот этот вот дает какую-то размазанность из стерео. Вот. И вместе они звучат как два. Если я один из них выключу, мы это услышим. Плюс еще дилей был, но я его вырубил. То есть, прикол в том, что у меня дилей от второго слоя вообще. Такая тема. Ну, я слушал, сверял все по этому принципу. Референсы я использую всегда, вообще постоянно. Что-то еще, может, есть, я не помню. Просто тут какие-то у меня, мне надо разобраться, то, что у меня тут есть. Прок, тек, что-то где-то. Ага, это к другому вообще имеет отношение. Ну, короче, такие дела. Надо, ну, поищите, у него есть мультитреки, там все понятно. Ну, вот то, что я сегодня показал, я последнее, что снимал. Окей, окей, окей. Так, привет, такой вопрос, как располагать инструменты в миксе и с помощью каких эффектов, чтобы, к примеру, ну, все по моему же принципу. Инструменты располагать в порядке важности. Какими инструментами сажать? Эквалайзер. Все очень просто, ну, реально, я не знаю, я уже тут кому-то, с кем-то мы общались, я человеку сказал, что я вот убежден, что можно с помощью эквалайзера, там, и компрессора сделать все. Вообще. Я не говорю про ревера, я говорю просто про вот, ну, будем считать, что звуки у вас хорошие уже. Если звуки хреновые, там, пытаться 50 плагинов каких-то завесить, чтобы что-то из этого добиться, ну, может быть. Но я не люблю такой способ. Давай, ладно, тогда знаешь, как на вот этом вопросе пока остановимся, а у нас там еще сколько, блин, еще их там штук 20. Ну, это прекрасно у людей, если есть вопросы, значит, они учатся, значит, они развиваются. я еще с этого, с чатом. С ютуба? Да, с ютуба. Как мне кто-то говорит, я тут смотрел на ютубе. Так, ну, смотри, Леш, тут вот спрашивают, кстати, давай тогда напоследок, то, что там 10 минут, говорю, осталось, расскажешь по поводу, да, что нас ждет, что не ждет и так далее, вот, потому что тут спрашивают про воссоздание и так далее. Я лично от себя скажу, что, ну, когда появляется там 30 и более тысяч подписчиков на канале, да, уже как-то начинаешь, ну, немножечко бояться по поводу, да, там авторских прав. На создании, ну да, они могут прыгаться. То есть, вроде бы проблем пока не возникало, честно, это моя самая любимая там рубрика и Лехина, и ваша, я уверен, но пока что, пока что, ну, вот, честно говоря, рисковать не хочется. Возможно, можем делать, да, как-то и выкладывать контактовский плеер, но тогда получается нет выхлопа, да, то есть, мало, маленькая аудитория смотрит, то есть, YouTube все равно дает больше возможностей. Вот, по поводу Twitch, который вы там постоянно пишете, миллион раз тоже из эфира в эфир говорю, если вы заметили, у нас такая, как бы, специфика ведения эфиров, что есть ведущий, есть, как бы, гость, то есть, ну, у нас такая специфика, я не могу позвать там, Константина Матафонова, чтобы он сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал, тем более, нужно переключать, и так далее, и так далее. Леш, что у нас, а, я вот, в двух словах сказал, что мы, скорее всего, ну, это не на сто процентов, ну, так на процентов 80, тут мы сегодня с Лешей тоже общались на эту тему, да, то есть, ну, Леш, тоже, ну, еще раз тоже подтвердил, что ты в курсе, да, по поводу того, что вот мы подумали, что в какой-то момент, ну, просто немножечко, это, ну, не то, что надоело, захотелось просто чего-то нового, да, то есть, ну, бизнес 3.0, да, мы просто поняли, что мы не можем сделать, ну, так сказать, мы можем больше сделать, да, то есть, для этого мира, вот, поэтому было вот это вот наше пропадание, ну, это было связано с моими, там, проблемами со здоровьем, но все хорошо сейчас, и, да, и я думаю, что будет еще лучше, вот, так что, смотрите, а, по поводу, да, по поводу эфиров, у нас все так же будут продолжаться эфиры с Лехой, Арамом, и, ну, короче, всеми ребятами, которые в нашей команде, мы других ребят с СНГ, скорее всего, ну, может быть, каких-то вот отдельных ребят, но с СНГ мы, ну, не то, что не хотим, мы просто, ну, большинство мы уже людей пригласили, кого, в принципе, хотели, вот, и сейчас есть задача покорять именно, я хочу все силы сейчас, полностью все силы перебросить на поиск нормального переводчика, на нормального, там, не знаю, ведущего, нормального ведущего, вот, чтобы я вас не мучил постоянно, там, вечно перебиваю, вечно, вот, если я найду, с удовольствием будем делать, вот, ну, грубо говоря, вот такие планы, по поводу мустерки, вы там еще задавали вопросы, пока не знаю, я уточню этот вопрос у Жени и у Миши, блин, уже столько, так давно не было эфиров, я даже забыл имена наших чувачков, так, вот, как-то так, Леш, что у тебя, ты расскажи, какие у тебя вообще будут планы, ну, то есть, ты будешь появляться на эфирах? Я вот реально по возможности буду появляться, у меня просто полный здесь завал, я реально сплю часов по пять, там, максимум, потому что, ну, всем меня будят, еду, работаю здесь активно, ну, пока есть работа, работаю, вот, завалы огромные просто, я говорю, каждый день бы сюда заходил, поболтать даже просто, так не получается, будет время, буду заходить прям регулярно, то есть, у меня перед Новым годом был завал просто дичайший, и продолжился, вот, я с удовольствием зайду, там, думаю, что мы, вот эту рубрику надо будет добить, потому что у нас там вопросы какие-то, наверное, еще вопросы появятся, дополнительные, и там разберемся, может, более узкие какие-то вопросы будут, посмотрим, посидим, поделаем, да, ну, что ж, ребят, да, спасибо, что были с нами, спасибо, что оставались с нами, вот мы, столько времени, это нереально, спасибо, я даже не про это, я то, что вот мы, как бы, нас долго не проводили эфиров, да, и все же, вот, ну, есть люди, которые постоянно, ну, за нами следят, в хорошем смысле этого слова, за нами следят, вот, и, как бы, поддерживайте нас всячески, мы вам безмерно благодарны, я и Алексей, все, спасибо, у нас в команде, вот, как-то так, подписывайтесь на этот канал, на котором смотрите это видео, и также не забудьте, что у Лехи есть тоже канал, ему будет приятно, надеюсь, вы можете появить свое уважение к этому человеку, вот, как-то так, ну, что ж, всем пока, хорошего вечера, хорошего дня, и до встречи, всем пока, пока,